Мадрид, 1817 год Одно движение, я мог убить тебя. И потерять свою лучшую ученицу. Сегодня приходит корабль у его отца, у меня много дел. Лучше сдавайтесь сразу, сеньор Торрес. Калифорния. Осторожнее, сеньорит Альварадо. Опрометчивость – ваш враг. Вы готовы сдаться? Торрес. 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 Но ваш точнее. Теса. Он здесь? Сразимся в другой раз. На кого я похожа? Марта, мне надо переодеться Пора идти встречать Дона Альварада, а я такая растрёпа И помни, ни слова об уроках фехтования, боюсь, он не одобрит Марта? Что такое? Марта? 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 Вам повезло, что мы оказались рядом. Я дала ему это. Он целился в вас, мэм. Доставьте его в город! Вам незачем было стрелять. Леди, для вас будет безопаснее, если вы последуете за мной. КОНЕЦ Не понимаю. Поля, дом, куда делись слуги? Им нечем было платить? Мой отец был богатым человеком. После смерти Дона Альварадо нечем было даже заплатить налоги. Но полковник Монтоя, благородный человек, он позволит вам пожить в доме. В моем доме? Скажите ему, я польщена. Можете сказать ему сами. Сегодня он устраивает прием и приглашает вас. Передайте ему, что... Мы будем рады прийти. Поехали. Вот, возьмите. Это был сад моей матери. А теперь взгляни. Он весь зарос. Эти кусты рос она посадила в тот год, когда я родилась. Они погибли. Я рядом с тобой уже 15 лет. И я знаю, какая ты сильная. Обещаю. Здесь все снова будет цвести. Обещаешь? Субтитры сделал DimaTorzok. Прошу вас, дайте ему напиться. Рубия, не надо. Хочешь оказаться рядом с ним? Его мучает жажда. У меня приказ, сеньорита. Так выполни его. Убей меня. Тесса, не надо. Пей. Пей. Я поговорю с Монтуей. Спасибо, сеньорита. Благослови вас Бог. Пойду что-нибудь перекушу. Спасибо, Гаспар. Постараюсь не скучать по тебе, мой цветочек. Сеньорита Альварадо, это вы? Дон Гаспар Идальго. Да, мой отец часто говорил о вас. Жаль, что ваше поместье в таком состоянии. Я была потрясена, сеньор. Как это могло случиться? Бог мой, теперь мне придется уничтожить мой сад. Даже мои лучшие розы. Даже мои лучшие розы, ничто в сравнении с дивным цветком, который я вижу перед собой. Разрешите? Полковник Монтуе, я полагаю. Полковник Луис Рамира Монтуе. К вашим услугам, сеньорита Альварадо. Примите мои соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Спасибо. Могу ли я просить вас о снисхождении к вашему пленнику? Вы об этом разбойнике? Забудьте о нем. Дело не только в нем. У него есть семья. Да. И завтра останется одним ртом меньше. Уверена, полковник Монтуе столь же милосерден и благороден, как и красив. Возможно, я изменю свое решение в знак особого расположения. Полагаю, сеньорита, что сейчас вам надо подумать о более неотложных делах. Например, как вы собираетесь уплатить налоги? Страшно представить, что вы можете потерять свое поместье. Ваша красота достойна лучшего. Караул! Готовься! Целься! Нет! Стойте! Бли! Эй! Сожалею. Похоже, я не успел помочь вашему другу. Это убийство. Есть большая разница, сеньорита, между казнью и убийством. Существует закон. И здесь закон я. Ну, ну, ну... Но... А-а-а! Это не твоя вина. Видела бы ты лицо Монтойи, когда убили Карлса. Для этого человека смерть как цветок. Он наслаждается её. Посмотрим, что скажет испанский суд. О чём ты? Я отправлю сообщение в Испанию. Когда они узнают о том, что творится здесь, в Калифорнии... Думаешь, они не знают? Испания зализывает раны, нанесённые Наполеоном. Ей сейчас не до далёких поселений. А землевладельцы? Они все только жиреют, когда народ голодает. Ты ждала от них другого. Мой отец был другим. И он умер. Что ты хочешь сказать? Дон Альварадо? Лучший наездник в Калифорнии погибает, упав с лошади? Люди всякое говорят. Слуги много чего знают. Люди лгут. Но не карты. Они говорят, что Дон Альварадо погиб от руки убийцы. Капитан! Нам надо поговорить. Добрый вечер, сеньора Идальго. Полковник. Ничто так не возбуждает, как казнь, верно? Иди оденься. Надеюсь, это ненадолго. Ваши люди обыскали дом Дона Альварадо. Перевернули все вверх дном. Его дочь не сможет заплатить налог. Мне бы ваша уверенность. Всегда рада вас видеть, полковник. Прошу. Передайте мой поклон вашему уважаемому супругу. У вас есть подход к прекрасному полу. Да. Это может пригодиться. Мне или вам. Даже если Тесса Альварадо сможет уплатить налог, мы должны найти способ прибрать ее землю. Например, выдав ее замуж. Замуж? Вы, капитан, чужак на этой земле. Как и бедная синьорита. У вас нет денег, кроме тех, что я даю вам. У вас нет семьи. Положения. Я способен позаботиться о себе. Если кто-нибудь узнает причину вашего поспешного бегства из армии, о мошенничестве, убийстве, ну, что? Мне продолжать? Цукинсен. Сеньорита Альварадо. Тесса. Как ты, Руби? Как вы посмели прийти сюда? Фернандо. Из-за нее погиб мой отец. Прекрати. Простите, сеньорита. Как ты можешь разговаривать с ней? Уже забыла о моем отце. Уходи. Сейчас же. Простите его. Он слишком молод. Его отца убили. У него есть право на гнев. И у меня тоже. Я не понимаю. Руби, мы его отца убили? Сеньорита Альварадо. Погибли уже два человека. Ваш отец, мой муж, их не вернуть. Что ты знаешь? Ничего. Я ничего не знаю. Пожалуйста, сеньорита, не спрашивайте меня больше ни о чем. Возьми для детей. Поговорите с людьми, с господами. Они знают. Убийство? О чем вы? Вы ничего мне не скажете? Мне нечего сказать. Даже здесь, в вашем собственном саду? Кто может услышать нас? Вам нечего бояться. Я Гаспар Идальго. Один из самых богатых людей в Калифорнии. Я никого не боюсь. Я знаю. Если бы вы могли вспомнить. Вы женщина. Красивая, да, но всего лишь женщина. И к тому же без средств. Послушайте моего совета. Не стоит наживать себе врагов. Но я хочу знать правду. Правда в том, Мария Тереса, что вам лучше вернуться домой. Выйти замуж. Нарожать детей. Поверьте мне. Нет ничего лучше семьи. Простите, сеньор. Что такое? Сообщение от капитана Гришима. Он хочет видеть сеньориту Альвараду. Меня? Надеюсь, вы не забудете о нашем разговоре. Не забуду. Чудесный обед, капитан. Но вам не стоило беспокоиться. За прекрасный день и еще более прекрасную даму. Шампанское на ваше жалование? Кого вы обкрадываете? Рад, что вы не потеряли чувство юмора. Тесса, я беспокоюсь за вас. Вы очень добры. Вы совсем одна. У вас нет дома, нет денег. Вы нуждаетесь в защите. Согласна. Я заведу собаку. Скажите. А вы не думали о замужестве? Много раз. На свадьбу я надену длинное красное платье. Будет музыка и танцы. И в брачную ночь мой муж станет самым счастливым человеком во всей Калифорнии. Но сейчас мне не до мечтаний. Я думаю только об одном. О налоге. Нет, об убийстве. Убийстве? Каком убийстве? Моего отца. Вы не слышали? Это был несчастный случай. Кто мог сказать другое? Люди. Какие люди? Пусть они скажут открыто. Они слишком боятся. Чего? Что с ними произойдет несчастный случай. А теперь... Пожалуйста, отвезите меня в город. Держите вора! Держите его! Держите его! Приведите его сюда! Он дал мне за муку золотую монету. Я не крал ее! Верно. Это я дала ему монету. Вот видите, я говорю правду. А я думаю, ты лгун. Как и твой отец. Не сердитесь, это недоразумение. Извините. Давайте его сюда. Ты нанес оскорбление армии, осквернил военную форму. Ты знаешь, что тебя ждет? Капитан. Да. Джентльмен, который угощает таким чудесным шампанским, наверняка способен проявить милосердие. Хорошо. Ради вас я не стану казнить его. Пятьдесят ударов плетью. Шесть кубков. Прошлое живо. Все так запуталось, папа. Я пытаюсь помочь людям, но... Мне так не хватает тебя. Еще никогда мне не было так одиноко. Ты не одна. Король с кубком. Значит, пришел защитник. Как ты выросла, моя девочка. Мне так и не довелось выпить с тобой вина. Может, теперь... Перестаньте. Урожай 1805 года. Санта-Рита. Из моих подвалов. Да. Божественный напиток. Почему вы мучаете меня? Мой отец мертв. К несчастью, это правда. Но он по-прежнему готов защитить свою дочь. Папа. Тебя убили. Кто? Один держал пистолет, но многие... готовы были выстрелить. Что мне делать? Мария Тереса Альварадо не должна ничего делать. Ничего? Неужели твои убийцы останутся безнаказанными? Они не останутся безнаказанными. Смотри. Это мой ангел мщения. Правосудие свершится. Папа. Не уходи. Ты не одна, мой маленький ангел. Папа. Марта. Мне снился. Странный сон, я знаю. Вот, смотри. Твоя судьба. Королева мечей. По-твоему, отец хотел мне что-то сказать? Мёртвые являются нам во сне не просто так. Он говорил что-то о вине Санта-Рита. Вот как? Что ж, сегодня мы выпьем хорошего вина. Марта. Я нашла его. Что случилось? Не могу вынуть. Что это? Марта, смотри. Твой отец знал, что у него были враги. И спрятал ценности. И золото? Здесь только одежда. Любимая шаль мамы. Тесса. Золото. Мы сохраним поместье. Спасибо тебе, папа. Меч. Его передавали с поколения в поколение. Отец берёг его для сына, который так и не родился. Смотри. Я помню. Это ты? Папа заказал этот портрет, когда мне было семь. Перед тем, как я уехала в Мадрид. Я совсем забыла о нём. Милая Тесса, мой ангел. Мой ангел. Смотри. Это мой ангел мщения. Королева мечей. Я? Откуда мне знать? Но ты сказала. Я много чего говорю. Что ты видишь? Ты не одна, мой маленький ангел. Не бойся. Это мой ангел мщения. Правосудие свершится. Что это? Что ты видишь? Свою судьбу. Субтитры добавил DimaTorzok Кто ты? Скорей, отвяжи лошадей. С кому-то не поздоровится. Я еще не убивал женщин. И не убьешь. Ладно, ведьма, перчатка брошена. И не убьешь. Ну что, я тебе не по зубам? Скорее, я тебе. Будь по ласкови. Стой! Стреляй! Моя лошадь! Кто? Или что это? Не знаю. Но она освободила мальчишку. И разоружила моего капитана. Она не доживет до утра. Добрый день, господа. Надеюсь, я не помешала. Мы с Доном Эдальго обсуждали невероятные события вчерашнего вечера. Так это правда? Да, безусловно. Вы шутите. Как могла одна женщина перехитрить нашего боевого командира? Бедный полковник должно быть в ярости. Напротив, он счастлив. Мальчишка бросился домой попрощаться с матерью. Роковая ошибка. Наш храбрый полковник послал туда людей. Итак, сеньорита, вы хотели поговорить со мной? Что это? Налог, который я должна была уплатить за землю. Должен признаться, я удивлен. Такая большая сумма? Я откладывала на черный день. И не напрасно. Впереди еще немало черных дней. Все готово к казни, сеньорита. Могу предложить вам место в первом ряду. Осталось 15 минут. Боже, Тесса. Что случилось? Моя госпожа, прекрасна как Роза, но столь же нежна. Разговоры о казни огорчили ее. Сожалею. Голова кружится. Ей надо прилечь. Отведите ее. Все. Все. Дамы и господа! Я не жестокий человек. Я справедливый человек. Уважаемый всеми. Когда я вижу, что нашей общине угрожает преступность и насилие, я начинаю действовать. Какой пастырь не защитит свое стадо? Защитит? Или отведет на бойню? Убейте ее! За ней! Держите ее! За ней! За ней! За ней! Палач, давай! За ней! Живо! В огоню! Скорей! Проклятие! Оставайся здесь. Не ходи домой. Твоя мать придёт сюда. Мои люди будут искать её и день, и ночь. Проверят все дома, прочешут окрестности. Или ты принесёшь мне её голову, или слетит твоя. Слушаюсь. Полковник, капитан! Извините. Вы раскраснелись, дорогая. Лихорадка. От волнения. Что это за шум? Казнь отложили. Вы так ждали её. Казнь свершится. Королеву мечей ждёт гильотина. А теперь, если вы освободите мой кабинет... Прошу прощения, полковник Монтое. Я не хотела причинять вам неудобства. Папа. 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 Что мне теперь делать? Здесь творится столько зла, несправедливости. Я одна, а Монтое совсем не глупый человек. Как долго я смогу обманывать его? Я пыталась уснуть, чтобы увидеть тебя во сне, но ты не пришёл. Ты обещал, что я не останусь одна. Тесса. Папа. Гришем обыскивает каждый дом. А люди молятся, чтобы королева вернулась. Ты понимаешь, куда ведёт тебя этот путь? Навстречу моей судьбе. Ты не одна. Мой маленький ангел. Правосудие свершится. Давай, работай. Давай, работай. Мы надеемся, после взрыва откроется жила. Так взрывайте. Монтое требует золота и поскорее. Капитан, люди больны. Считайте, вам повезло. Прибыли новые работники. Живее, давай, шевелись. Больше никаких оправданий. Да, капитан. Стоп! 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 Дать тебе руку? Лучше хватайся. Никогда! Чтобы ты сгорел в аду! Как знаешь. В ролях Тесси Сантьяго. Энтони Лемке. Эльза Потаки. Питер Уинкфилд. Паулина Гальвес. Валентин Пелка. Продюсер Кенгорт. Королева Мечей. Смерть королевы. Из этого не скроишь и шаль для мышки. Где корабль из Испании? Задерживается. Мне надоело есть говядину и на обед, и на ужин. Автор сценария Джослин Барк Симмонс. Тогда приготовим кукурузу. Ни фруктов, ни пряностей. Постой. Режиссер Джан Казар. Простите. Это было мое яблоко. Вот как? Давайте поделим его. Ну, как хотите. Могли хотя бы спросить меня. Сначала пришлось бы представиться, обменяться с вами любезностями. Проще схватить без спросу. Я был голоден. Я и сейчас голоден. Конечно, богатая и знатная дама, как вы, никогда не испытывала голода. Доктор Хелм, вы прибыли. Вы доктор? Который проделал путь из Техаса, чтобы украсть ваше яблоко. Мы с нетерпением ожидали вашего приезда. Вижу, вы уже познакомились с сеньоритой Альварадо. А теперь, доктор, позвольте мне показать вам наш городишко. Сеньорита? Позвольте. Кто это был? Он называет себя доктором. По-моему, он плохо воспитанный, дурно пахнущий, самодовольный. Неужели поток оскорблений иссяк? Он просто тарантул. У тарантула зубы белые, как жемчуг, широкие плечи, голубые глаза. Зелёные. Марта, простите, что побеспокоила вас. Я приду потом. Что случилось, Луиса? Торлио, моего мужа, вчера увели солдаты. Успокойся. Они обвинили его, что он крадет скот. Я знаю Торлио. Он не вор. Я прождала всю ночь, но он так и не появился. Утром я пошла в тюрьму. И там мне сказали, что отпустили его. Наверняка он скоро придет. Нет, синьорита, он исчез. И я очень боюсь за него. Исчез? Меня это беспокоит, потому что слуг все эти сплетни отвлекают от работы. Возможно, им нужна твердая рука. Вы правы. Я не мужчина, и они пользуются этим. Синьорита, у меня важные дела. Некоторые убеждены, что если человек переступает порог тюрьмы, он исчезает. Сбежавший мужья Старо как мир? Синьорита, иногда мужчина слишком поздно осознает, что совершил ошибку в выборе спутницы жизни. Войдите. Синьорита. Капитан. Синьорита уже уходит. Разве? К сожалению. К сожалению. Насчет Торлио. Будьте осторожны, Мария Тереса. Если такая красавица как вы исчезнет, это разобьет мне сердце. Не беспокойтесь, полковник. Я не собираюсь исчезать. Вы выбились из графика. Но я... Никаких оправданий. Это свидетельство некомпетентности. Мы отстаем от графика, потому что рабочие мрут, как мухи. Послушай. Несколько десятков солдат, лошадей, жалкий городишко. Все это так ничтожно. Ты знаешь, что нужно, чтобы построить империю? Золото. И? Армия. И? Не знаю. И пушки. Как те, что нам должны прислать с очередным грузом. И взамен у меня просят одного. Несколько золотых самородков. А где они? Верно. Все еще в шахте. Я подгоняю людей. Они падают замертво. Мы привозим новых. А ведь скоро может появиться королева мечей. Ну, конечно, она явится. Мы позаботимся об этом. Вы не похожи на женатого мужчину, доктор Хелм. Женатые выглядят иначе? Да. И, к сожалению, не так, как вы. Что привело вас в Калифорнию, доктор? Жажда приключений. Такой человек, как вы, повсюду найдет приключения. Мой цветачек, нас ждут. Подарок вновь прибывшему. Вино из Риоха. Премного благодарен. Моя жена обворожительна, правда, доктор? Желаю и вам поскорее обзавестись женой. Субтитры создавал DimaTorzok Если хочешь сохранить руку, держи повязку сухой. Великолепно, доктор. Вы просто ангел милосердия. Можно вас на минуту? Мне надо осмотреть еще двоих. До вашего приезда им оставалось лишь вылизывать раны. Так что подождут минуту-другую. Возьмем гипотетический случай. Заключенные работают, потом все сразу заболевают. Где они работают? Это не важно. Симптомы у всех одинаковы. Затрудненные дыхания, обмороки. Может, их довели до крайнего истощения? Нет, конечно, нет. Скажите, какое лечение вы бы назначили? Я посоветовал бы поскорее убрать их из этого места. А если это невозможно, наверняка есть какое-то лекарство. Если эти люди больны, то, говоря гипотетически, я должен осмотреть их как можно скорее. Понятно. А теперь, доктор, возвращайтесь к своим неотложным делам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok За ней! Вперед! Субтитры создавал DimaTorzok Ну, кто первый? Держи ее! Держи ее! Держи ее! Держи ее! Не стоит! Она моя! Больно? Не убегай! Мне некуда бежать, капитан. Надо было пристрелить ее. Наверное, она утонула. Найдите ее тело! Капитан! Найдите ее труп! Поехали! Вы предлагаете мне участвовать в разработке жилы? Вы удивляете меня, Индальдор. Я тихий человек, но я многое знаю. Разработка жилы – это только часть задуманного. Мне надо... Кофе. Вам надо расслабиться. Вы всегда так напряжены. А знаете, вы правы. У вас есть то, чего лишен я. Вы обладаете невероятной способностью радоваться жизни, и это привлекает к вам людей. Поэтому вы обладаете таким влиянием среди землевладельцев. Да, это так. Я прошу их сохранять спокойствие, хотя их слуги исчезают. Надеюсь, что вы, полковник, скоро разгадаете эту тайну ради нашего общего спокойствия. Полковник! Сшито из лисьей кожи. Посмотрите на стежки. А ткань. Это красный шелк. Это не одежда простолюдинка. Она знатная испанка. Найти шкуру лисы – одно. Поймать лису – совсем другое. Она не могла выжить после падения. Конечно, не обошлось без сломанных ребер. Не говоря уже о ране. Устроим бал в честь доктора. Никто из испанцев не сможет отклонить мое приглашение. Кроме того, кто ранен. Марта, я весь день ищу Тессу. Если вы хотите ей что-то передать, скажи ей. Она мертва. Королева мечей мертва. Ее ранили, потом она бросилась со скалы, разбилась о камни, и ее унесло в море. Нет. Да, это правда. Капитан сам сказал мне. Он был очень горд. И, похоже, полковник устроит бал, чтобы отпраздновать это. Простите, я очень спешу. Марта, я знаю, ты шьешь синеретти платья. Они изумительны. Сшей и мне. Я завтра зайду утром и покажу тебе парчу. Королева. Так, чтобы��, что я не мог спеши, ААК В Recordsи Музыка. ААК Вart. ААК Вpm своем данном fáce. Ах! Ах! Они сказали, ты погибла. Я не могла предупредить тебя, Марта. Они должны были думать, что я мертва. Прости меня. Ты ранена. Пустяки, царапина. Еще два дюйма влево, и ты была бы мертва. Как ребра. Хорошо. Марта, нам пора. Помоги мне одеться, пожалуйста. Ты не можешь пойти. Найди оправдание. Этого Монтоя и ждет. Посмотри на себя. Ты бледна, как смерть. Если ты упадешь в обморок, Монтоя все поймет. Марта, люди исчезают. Возможно, умирают. Я должна узнать все, что смогу. Прошу тебя. Помоги мне одеться. Будет больно. Дон Альберто. Мне нужно получить золото до того, как придет корабль с грузом. Нет золота, нет пушек. Больные люди не могут работать. Заставь их, Гришин. Или ты сам будешь рыть землю голыми руками. Я понял. Доктор Хэлм. Невежливо опаздывать на прием, устроенный в вашу честь. Как невежливо со стороны хозяина указывать на это? Справедливо, доктор. Я должен извиниться. Вы ни при чем. Эта королева мечей не дает мне покою. Да, я слышал ее. Считаю тут героем. Она неуловима, доктор. Крадет мое золото, якобы для бедных, а забирает все себе. И оставляет за собой горы трупов, как Наполеон. Тесса, ты плохо выглядишь. Мне стало нехорошо от вина. И все равно улыбайся. Постарайся быть ослепительной. А вдруг именно сегодня ты встретишь своего кабальера? Становится прохладно. Кровь просочилась сквозь платье. Этот солдат был на берегу. Вы очаровательная. Гришин! И ты поручил этому идиоту искать королеву мечей? Она здесь. Перекройте все выходы. Не выпускать никого. Она в ловушке. И на этот раз не уйдет. Прошу внимания, дамы и господа. Похоже, кто-то из присутствующих поранился. К счастью, с нами новый доктор. Он обработает рану в мгновение ока. Что происходит? Королева мечей здесь. Она ранена и пытается это скрыть. Какая нелепость. Если я объявлю, что она здесь, прольется кровь. Подыграйте мне, доктор. Невинные не должны пострадать. Я полагаю, лишь стыдливость не позволяет пострадавшему заявить о себя. Из чего я заключаю, что это женщина. Не смущайтесь, дамы. Ваши мужья не станут возражать, если вас коснутся руки доктора. Итак, Донья Сесилия будет первой. Сыграйте нам что-нибудь для увеселения, дам. Например, контр-данс. Прошу вас, доктор. Пострадавший нуждается в вашей помощи. Сеньора. Прошу извинения, что доставил вам неудобства. Сеньора Идальго. Простите, что оторвал вас от мужа. Вас что-нибудь беспокоит? Сеньора. Повернитесь, пожалуйста. Сеньора. Счастливого вечера. Вот мы и снова встретились. Сеньорита Альварадо, вы следующая. Прошу вас, простите меня. Хватит. Вы? Я знаю, слугам непозволительно пить вино, но, полковник, ваш вечер был таким прекрасным, мне захотелось вина. Идемте. Не вижу необходимости. Как я уже говорил вам, я врач. Сеньорита, ваша служанка не стоит ваших волнений. Я волнуюсь не из-за нее. Из-за себя. Кто теперь будет мне стирать? Прошу вас, один танец. Теперь кровь остановится. Простите, что причинила беспокойство. Пустяки. Я не любитель приемов. Особенно, если их устраивают в мою честь. Ваши руки... Простите. Это не руки врача. Столько крови, столько смертей. Как она, доктор? Меняйте повязку каждые два дня. Переходите на следующей неделе. Марта, очень больно. Все пройдет. Но я беспокоюсь о тебе. Марта, ты не должна стирать. Дай мне. Уходи. Смотри. Видишь, что ты наделала? Теперь не отстирать. Оставь, Марта. Ты должна поберечь руку. Мы не в Испании. И мы не можем купить ткань и заказать новое платье портному. Тебе надо быть осторожней. Марта. Сначала я думала, что ты умерла. А вчера снова испугалась, что потеряю тебя. Привет. Привет вам. Вот вы где, синьорита Альварадо. Марта сказала вам. Она сошьет мне платье. Надеюсь, вы и не против? Бедняжка. Должно быть, тебе больно. Какая жара. А еще только 10 часов. У нас нет кофе, но... У меня голова раскалывается. Вы были правы насчет вина. А за завтраком я узнала, что два моих лучших грума подрались. И их забрали в тюрьму. Мой муж в ярости. Ваши грумы? Уверена, их скоро освободят. Нет, теперь я их не скоро увижу. Наверняка их отправили на шахту. Но что грумом делать на шахте? Именно так я и сказала. Но что я могу в этом понимать? Доктор Хаун? Вы мне нужны. Боюсь, сейчас неподходящий момент. Простите за настойчивость, но вы мне сейчас нужны. Я занят. Так заняты, что откажетесь помочь умирающим? Гипотетические больные оказались реальными. Это связано с военной тайной. Я не все могу вам сказать. Я начинаю многое понимать, полковник. Хорошо. Мои люди проводят вас. Поезжай! Многое изменилось в Калифорнии с тех пор, как вы были ребенком. Да, похоже. Но теперь вы снова живете в поместье своего отца. По крайней мере, горы и океан все те же. К нашему счастью. Прошу вас, Дон и Дальга, позвольте мне. Ребенком я много ездила верхом в горах. И мы часто играли там в прятки. Кажется, там были старые колодцы и заброшенные шахты. Что-то не помню. Должны помнить. Их было много у каменоломни и вдоль старого русла реки. Держитесь подальше от этих шахт. Там было опасно и раньше, и особенно опасно теперь. Простите, Дон и Дальгу. Мария Тереса, любопытство до добра не доведет. Луиса? 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 Солдаты нашли его тело в горах. Они сказали, он сорвался. Я сожалею. Надо постирать к похоронам его одежду. Это лучшее, что у него было. Примет ли Господь тебя, Торлио? Примет ли тебя Господь? Примет ли Господь? Давай, шевелись! Это тебе не сиеста! Здесь мышьяк. Чем больше они работают, тем хуже их состояние. Они работают лишь по 12 часов. Чтобы спасти этих людей, надо увезти их с шахты. Скажите это полковнику Монтове. Чем он может оправдать это? Полковник говорит, нет шахты, нет золота. И нет людей. Вот и оправдание. Сержант, это фуражка Капрала Петра. Капитан Гришем сказал, что она может появиться здесь. Кто может появиться? Приведите сюда троих. Нет, лучше шестерых. Ты, иди сюда. И ты. Пошевеливайся. Давай живо сюда. Ты. Иди со мной. Ясно? Живо. Кто шевельнется, тот труп. Что вы делаете? Королева мечей, у тебя 10 секунд. 10 секунд. 7 секунд. Покажись, или я вышибу ему мозги. Это варварство. Если вы думаете, что я... Вы спятили. У меня достаточно времени и людей. Три секунды. Две. Одна. Стойте. Ты долго выжидала? Не была уверена, что ты умеешь считать. Руки вверх, или этот человек умрет. Этот человек умрет. Хватайте ее. Какая шейка. Сообщи Гришему. Он будет рад перерезать ей голо. Да, сержант. Если не дать им напиться и подышать воздухом, они не выдержат. Хорошо. Дайте им воды и пусть передохнут. Идите. Идите. Королева. Теперь королева вам не поможет. Они хотят убить королеву. Посмотрим, кто она. Капитан Гришем вырвет тебе сердце, если ты первым взглянешь на нее. Она истекает кровью. Не подходи к ней. Она наша пленница. Вы хотите, чтобы капитан Гришем увидел ее живой? Она истекает кровью. Неужели я и вас напугал? Добрый вечер, полковник. Сегодня годовщина смерти моего отца. Это особенный для меня день, и я всегда отмечаю его. Испытывать восторг от смерти – это редкий дар, полковник. Полковник, мы схватили королеву. Вот видите, сеньора, не стоит недооценивать силу молитвы. Не беспокойтесь. Надо остановить кровь. Чтобы Гриша и Монтои могли потом убить меня? Хватит! Тихо! Нет. Чтобы я мог помочь. Теперь все зависит от вас. Наконец-то! Я убью ее! Убьешь и ты, лейтенант! Нет! Она в ловушке. Ей не уйти. Пусть сержант приведет ее. Поздравляю, вы нашли меня. Сдавайтесь, сеньорита. Сейчас тебе лучше молчать. Повернись. Выходите! Нам есть о чем поговорить. Иди. Иди. Если вы хотите убить ее, вам придется убить и меня. Возможно, я так и поступлю, доктор. Убирайтесь. Не стреляйте! Не стреляйте! Шах и мат, моя королева. Позвольте помолиться. Только быстро. Хочу помолиться за души моих палачей. Как трогательно. Когда она закончит, убейте ее. Стреляйте! Стреляйте! Убейте ее! Гришем! Достань мне ее, живой или мертвой! Ну? Так где она? Не знаю. Гришем, она мертва? Что это? По-моему, она оставила это для вас. Посмотри на них, Гришем, как мало им надо. Тюк новой одежды, ящик пряностей, и все счастливы. Каждый получил, что хотел. Кроме меня. С империи придется подождать. Ты по-прежнему будешь служить мне, Гришем. Что бы ни случилось. Простите, доктор. Но я ужасно голодна. Я последовала вашему совету и ничего не ела все утро. Хотела узнать, что такое голод. И? Теперь я знаю. Мыло из Марселя, уксус из Херес де ла Фрунтера и шоколад. Доктор. Сеньорита. Надо поскорее отнести все домой. Марта, шей мне новое платье. Из красной парчи. Хочу надеть что-то яркое. Музыка. Эй, выпей вот это. Мне так холодно. Мама? Я пойду за доктором. Энрике, у нас нет денег. Не волнуйся. Он хороший человек, он придёт. Я скоро вернусь. По приказу полковника Луиса Рамироса Монтои, вы призываетесь на военную службу и так далее, и так далее. Увидите его. Нет, нет. Стой. Ты отказываешься исполнять приказы? Сэр, пожалуйста, моя жена больна. Половина моих людей тоже болеет. Думаешь, ты первый? Я не могу оставить своих детей голодными. Да. У меня сейчас сердце разорвётся. Тащите его. Нет, Энрике. Нет, Энрике. В ролях Тесси Сантьяго, Энтони Лемке, Эльза Потаки, Питер Вингфилд, Паулина Гальвес, Валентин Пелка. Продюсер Кен Горд. Королева Мечей. Пошевеливайся! Веди этих людей туда. Солдаты, Гришин, где? Это шайка крестьян? Лихорадка. Я добьюсь успеха даже с ними, сэр. Я не уверен. Тесса, посмотри. Ногатки. Помогает от лихорадки. Энрике? Пожалуйста, полковник, каким животным надо быть, чтобы забрать мужчину, у которого больна жена и дети умирают с голоду? Наверное, это из тех, кто не любит службу. Ты солдат, и веди себя как солдат. Дамы. Добрый день, полковник. Сеньорита Альварадо. Полковник, я знаю этого человека. Он ни в чем не виноват. Конечно, нет, сеньорита. Эти лесные братья теперь пополняют нашу армию. Вы хотите сказать, эти крестьяне... Лихорадка опустошила наши ряды. А королева мечей остается чумой для нас всех. Я вас понимаю. Раньше я посылал одного человека собирать налоги, теперь посылаю троих. Я понимаю, бедственное положение крестьян. Но именно ее надо обвинять за их страдания. Так что, Буэнос-Диас, сеньорита. Буэнос-Диас, полковник. Пошли. Полковник говорит, что во всем виновата королева. Может, он и прав? Я так не думаю. Королева дает крестьянам надежду. И что? Очень опасно давать надежду отчаявшимся людям. И что я должна делать? Ничего? Нет. Я думаю, что ты должна признать ответственность за свои действия. И реакцию, Монтой. Хорошо. Тогда я вернусь вечером и освобожу Энрике. И превратишь его в дезертира? Тогда он никогда не сможет вернуться домой к жене и детям. Что ты говоришь, что я должна думать об ответственности? То ничего не надо делать. Я говорю, что эту проблему нельзя решить с помощью меча. Давай, обороняйся. Защищайся. Давай же. Давай, давай. Защищайся. Давай. Защищай себя. Давай. Ты назвал меня животным перед моим командиром. Поднимите его. А теперь запомни. Ты должен молить о спасении. Кто еще хочет попробовать? Ты? Синьорита. Извините, капитан. Я не хотела вам мешать. Ну что вы. Давайте. Отправляйтесь мыть лошадей полковника. Все. Я хотела попросить о подолжении. Вы пришли просить у меня? Небольшая личная просьба. Личная? Вы не могли бы передать вот это? Пожалуйста, капитан. Благодарю. Так. Чем же может помочь обычный солдат, дочери богатого испанского дона? Вы не могли бы передать рубашку? Так в чем же заключается просьба? Я бы хотела, чтобы вы отдали Энрике мне. Зачем вам понадобилось это дерьмо? Мне нужны крепкие рабочие. Энрике силен как мул. Жаль, что вы попросили именно это. Дышите глубже. Еще раз. Где мое лекарство? Его нет. Нет? А куда оно делось? Ушло на больных. Вы лечите крестьян перед тем, как лечить умирающего командира? Вы не умираете, полковник, во всяком случае не сегодня. Я даже не уверен, есть ли у вас лихорадка. Лучше не отворачивайся от меня. Я приготовлю еще лекарство. Вы сможете принять его, как только оно будет готово. Запомни, твое дело лечить меня. И только меня. Смерть не выбирает полковника. Я тоже не могу этого делать. А я хочу сказать вам, доктор, что смерть не выбирает, но у вас есть выбор. Охрана! Да, сэр. Проводите доктора к себе. И проследите, чтобы он никуда не выходил. Это арест? Нет. Я сохраняю своего личного врача. Лекарство, которое вы приготовите, только для меня. Понятно? Мне плевать на умирающих. Что случилось с Энрике? Не волнуйся. Он скоро будет дома. Сеньорита Альварадо разговаривает с капитаном. Она возьмет лекарство у доктора. И, может быть, нам тоже немного достанется. Почему я никак не могу найти синий цвет, о котором мечтаю? Это всегда сложно. Может, не стоит покупать синий? Все болеют. Вдруг я стану следующей? Ты никогда не выглядела такой здоровой и красивой? Чтобы так выглядеть, мне приходится нелегко. Знаешь, я над этим много работаю. Все женщины завидуют тебе, но только мужчины по-настоящему могут оценить тебя. Я разговаривала с капитаном Гришимов. Я слышала. Я говорила о своем рабочем, Энрике. Ты проявляешь такую большую заботу об этом крестьянине? Именно сейчас я не могу его потерять. И я знаю, как хорошо к тебе относится капитан. Он производит впечатление, когда дерется, не так ли? Он как зверь. Я не заметила. В это трудно поверить. Я просто задала ему вопрос. Конечно, насчет твоего рабочего. Как ты думаешь, ты могла бы поговорить с капитаном насчет Энрике? Извини. Сейчас слишком поздно. Надо было сразу подойти ко мне. Тебе стоит носить побольше красного, Десса. Тогда ты будешь выглядеть менее бледной. Полковник Монтои вызывает вас. Я работаю. Это не просьба. Полковник хочет увидеть меня живым или лежа в гробу? Поблагодарите полковника за приглашение. Хотите потерять свою шпагу? Скажите ему, что я зайду, как только смогу. Откройте окно. Оно открыто. Откройте пошире, я горю. Да, сэр. Где доктор? Сейчас он переходит улицу. Давно пора. Вы сказали, чтобы он поторопился? Я умру раньше, чем получу лекарства. Идиот! Это королева мечей, за ней! Хотите убить моего доктора? Она напала на доктора и похитила ваши лекарства. Моё лекарство? Пятьсот реалов за королеву мечей. Кто сказал, что это она украла? Капитан Гришин. Он видел её. Моя дочь больна. Как она могла это сделать? Она отвернулась от нас. Ведь дети умирают. Как они могут поверить, что это я украла? Их дети больны. Их жёны умирают. Но они же знают, что я не воровка. Ну, надо же кого-то обвинить. И капитан подбросил им тебя. Гришин, опять. Марта? В чём дело? Ничего. Я споткнулась. Марта, ты горишь. Мы просто стоим на солнце. Боже, у тебя лихорадка. Всё будет хорошо. Я отведу тебя домой. Жалко, что не королева украла лекарство. Как ты себя теперь чувствуешь? У доктора сильное лекарство. Вот видишь, я был прав. Он хороший человек. Но капитан Гришин... Я сказал ему, что не могу позволить, чтобы с моей семьёй что-то случилось. Но я обещал вернуться с заходом солнца. Что я буду без тебя делать? Я вернусь, и ты даже не заметишь. Ты знаешь, что мы делаем с дезертирами? Я вернусь, я вернусь. У тебя есть то, что мне нужно. Оставь меня. Когда у меня был кашель, ты сидела со мной день и ночь целый месяц. Разве у меня был выбор? Когда у меня была скарлатина, ты не спала три дня. Ты же была без сознания, как ты можешь помнить. Марта, ты заботишься обо мне всю жизнь. Это моя работа. Теперь моя очередь. Упрямая, безголовая. Тихо, я думаю. Гришин сказал всем, что королева взяла лекарство. Зачем же он лгал? Монтойя. Конечно. Он обвиняет королеву и забирает лекарства для себя. Куда ты? Назови меня воровкой, и я стану ею. Где оно? Где лекарство, которое ты украл? Я не ворвал его. Это королева. Где оно? Там. Тогда принеси. Сэр, моя жена больна. И моя дочь будет следующей. Любой сделал бы то же самое. Глупец. Теперь твоя жена станет вдовой. Нет, Энрике. Он умер от лихорадки, понятно? Вашей семье надо быть поосторожнее. Эта лихорадка заразна. Будь осторожна. Нет. Королева, королева мечей. КОНЕЦ Королева мечей. Гришин, где лекарства? Как себя чувствуете, полковник? Это вы пришли позлорадствовать? Я пришла за лекарством. Вы его взяли. Шутки прочь. Посмотрите на меня. Разве я хорошо выгляжу? Я вряд ли выгляжу здоровым. Значит, у вас его нет. Думаете, я бы лежал здесь в поту, если бы у меня было лекарство? Я умираю, идиотка. Тогда кого же видел Гришин? Королева мечей! Взять ее! Главное, не смотреть вниз, сеньор. Скоро выгляжу, Гришин! Ну иди, быстрей! Хоро specify! Скоро! Что так можно еще вам летать? Скоро выгляжете? Скоро! aptану! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Марта! 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 Я всё ещё здесь. Почему ты не в постели? В постели, на стуле. Какая разница? У Монтои не было лекарства. Я знаю. Откуда ты знаешь? Потому что тот, у кого было лекарство, уже мёртв. Что ты хочешь сказать? Не спрашивай меня. Спроси мёртвых. Спасибо, что пришли, сеньорита Альварадо. Пиро, что случилось? Энрике умер. Какая жалость. Но почему? Лихорадка. Но вчера я его видела. Он хорошо выглядел. Это случилось быстро. Но прошёл всего день. Я же говорю, сеньорита, лихорадка. Здесь что-то не так. Вовсе нет. Пожалуйста, позвольте мне похоронить мужа. Сеньорита? Обычно перед тем, как войти, стучат в дверь. Разве вы об этом не слышали? Это называется постучать. Правда, доктор. Надо попробовать. Как дела с лекарством? Медленно. Извините. Кстати, мне нравится наблюдать, как работают мужчины. Сеньорита, я очень занят. Да, я вижу. Но моя служанка больна. Сколько времени потребуется, чтобы приготовить лекарство? Несколько дней, если позволят сделать паузу. А через сколько дней лихорадка может убить человека? Пять дней. Здоровым это не грозит. Значит, здоровый мужчина или женщина не могут заболеть или умереть за одну ночь? Нет, сеньорита, пять дней, а не ночь. Если вы умрёте за ночь, то по другой причине. И это не требует помощи доктора. А пока прощайте. Благодарю, доктор. Вы очень любезны. Капитан Гришин. Капитан Гришин. Капитан Гришин. Капитан Гришин. Здравствуйте, капитан Гришин. Синьорита. Надо признаться, я не ожидал вашего прихода. Просто я немного задержалась. На похоронах Энрике. О, да, да, это грустно. Так умереть после того, как я отпустил его. Так, как вы просили. Знаете что, готов поклясться, что у нас был договор? Пожалуйста, капитан Гришин. Это не уважение к покойникам. Но это хороший повод воспользоваться жизнью. Но не на голодный желудок, конечно. Вы хотите есть? Капитан Гришин, девушкам нравится романтика, музыка, вино, еда, цветы. Синьорита, я знаю, что такое романтика. Что это было? Вот это не вовремя. Несите воду. Быстрей, быстрей. Дайте мне, еще. Несите, еще. Быстрее. Нет, синьорита, слишком опасно. Но лекарства... Его уже нет. Надо быть поосторожнее с химикатами, доктор. У меня не было ничего, что могло вызвать взрыв. Да, наверное, придется назвать это случайностью. Пусть несут еще воды. Быстро работаем, не так ли? Холодно. Мы хотим сбить жар. Заморозив меня до смерти? Я недооценила Гришима. Я уверена, у него есть лекарства. Но Монтуя болеет. Разве в этом есть смысл? Если полковник умрет, кто займет его место? Я достану лекарство. Гришим не отдаст его королеве. Отдаст, если приставлю горлу лезвия меча. Человек имеет множество проявлений, но мерзавец – это совсем другое дело. Выпей это. Что это? Лимонная трава, гисперидин. Боже правый. Что за состав? Я видела много раз, как ты это готовила. Сколько гисперидина? Пол чайной ложки. Больше не надо. А то я буду потеть, как свинья. Марта. Даже когда ты болеешь, ты просто гений. Но для Гришима надо приготовить кое-что покрепче. За женщину прекрасную, как ее Роза. Как же мне повезло. Воин и поэт. Кто знает. Может быть, когда-нибудь стану полковником. А Монтое? Он очень болен, он плохо выглядит. Как трагично. Иногда трагедия одного человека оборачивается возможностью для другого. Вы говорите, как настоящий полковник. Вы чисто любивы. За честолюбие. За нас. Пойдем ко мне. Пошли. Терпение, капитан. Те, кто ждут, получают больше. Я больше не могу ждать. Я тоже. Хотя, вы можете многое узнать о женщине, глядя, как она танцует. Вы не согласны? Я тоже. Не согласны. Все решено. КОНЕЦ Девушки отдыхают Я такая невнимательная. Позвольте дать вам вина? Да. Как вы себя чувствуете, капитан? Вы весь горите. Я надеюсь, у вас не лихорадка? Извините. На то, что вы сказали. Это взрыватель. Очень мило. Значит, вы поднимаете меня из постели из-за этого. Я обнаружил это среди камней, полковник. Это доказательство того, что мой дом взорвали. Кому могло понадобиться взрывать вас, доктор? Чтобы помешать мне сделать лекарство. Вы ведь умираете от лихорадки, полковник. Кто-то желает вашей смерти. Кто хочет вашей смерти? Многие желают этого. Но многие просто псы, которые даже не осмелятся зарычать на хозяина. Все сводится к одному. К тому, кто знаком с военной взрывчаткой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. У вас достаточно лекарств, чтобы вылечить дюжину людей. Вы можете стать первым. Это личные поставки полковника. По-моему, мы оба знаем, что полковник никогда не увидит этого порошка. Ладно. Ладно. Ладно, доктор. Вы вооружены? Только информацией. Полковник знает все. И как его личный врач, уверяю вас, что он проживет достаточно долго, чтобы увидеть, как вас повесят. Умный человек взвесил бы все обстоятельства и не терял бы времени. Доктор. Умный человек. Не пытался бы изображать героя без оружия. Почему бы вам не отдать лекарства, чтобы все этим и закончилось? Почему я не нажимаю курок и не покончу с вами? Полковник будет рад узнать, что лекарство было у вас. Он будет счастлив, если увидит твою голову. Доктор. 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 Вы тренировались, капитан. Я похороню тебя рядом с Монтоей. Жизнь и лекарства. Стреляйте в него. Стреляйте. Он не будет стрелять. Он лекарь, он не убийца, в отличие от меня. По-моему, вы одержали верх. Вставайте. Осторожнее. Как вам это удалось? Просто повезло. Да, наверное, так. Для друга. Благодарю. А я вас. Это был удачный выстрел, доктор. Счет пришлю завтра. Дамы и господа. Да, позвольте привлечь ваше внимание к человеку, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти остальные. Что входило в состав лекарства, доктор? Салициловая кислота. Из коры ивы. За доктора Халма. Чья кора оказалась самой лучшей. Музыку. Сэр. А, капитан. Еще один герой в нашей борьбе с эпидемией. Мне надо кое-что вам объяснить. Моя лихорадка прошла, и в голове у меня ясно. Я все знаю, Гришин. Все знаю. Вы просто не поверите. Ты просто животное. Но ты мое животное. И я буду держать тебя на привизе. Это была твоя единственная ошибка. В следующий раз, когда ты начнешь звереть, я просто потяну тебя за поводок. И удушу. Да, сэр. Синьерита. Доктор говорит, что королева мечей вернула ему лекарства. Королева мечей? Да. Это правда? Да. Она же преступница. Кто знает, что у нее на уме? Доктор, а как вы думаете? Я думаю, что никогда не надо спешить с диагнозом. Дамы. КОНЕЦ Они тебе никого не напоминают? Да. Была одна девочка лет 15 назад. Кажется, ее звали Тесса. Прелестная девочка, несомненно. Безумно красивая. Колотила меня до посинения. За то, что ты дергал ее за косички. Этого я не помню. Конечно. Косички-то были не твои. Я бы на вашем месте был поосторожнее с жарким, джентльмены. Мне приятно будет, если такой большой праздник кончится похоронами. Если кто-то умрет, это произойдет не из-за моих баранов. Я купил у Дона Агилера 50 голов скота. И почти половина заболели и умерли. Эти коровы были вполне здоровы, когда я их продавал. Вы полагаете, что я позволю привезти в упадок свою гасиенду? Вы проверяли свою воду или корма? Выходит, я сам во всем виноват. У вас на ранчо ужасная грязь. Если у вас дохнет скот, я тут ни при чем. Это мы еще посмотрим. Добрый день. Синьорита. Дона Агилера, вам не весело на сиесте? Нет. Должно быть из-за жары. Добрый день, синьоры. Купите арбуз. Но он свежий. Нет, спасибо. Почему? Не хочу. О, Господи. Папа, что они с тобой сделали? Доктор. Мой дом слишком далеко. Отнесем его в церковь. Помогите. Аккуратно. Аккуратно. Кого ты ищешь? В чем дело? Убийцу. В ролях Тесси Сантьяго. Энтони Лемке. Эльза Потаки. Питер Уинквилд. Паулина Гальвес. Валентин Телка. Продюсер Кен Горд. Королева Мечей. Месть. 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 Он будет жить? Я делаю все возможное. Вот все, что я нашла у вас в кабинете. Отлично. Доктор Хелм, он выживет? Стрела вошла в легкие на целый дюйм. Вы не ответили на мой вопрос. Да будет так. Рамон? Рамон, постой. Давай просто поговорим. Пожалуйста. Мой отец замечательный человек. Я не допущу, чтобы этого негодяя все сошло с рук. Ты же не знаешь, кто это сделал. Только ты этого не понимаешь. Куда ты идешь? Это не женское дело. Не мешай мне. Подожди, подожди. Ты же ничего не видишь. Расскажешь своему папе, как тебе было весело у дяди Монтойи? Да, сеньор. Отлично. Кто следующий? Извините, дорогие мои. Веселитесь, когда мой отец борется за жизнь. Я глубоко сожалею о вашей трагедии, но мы должны защищать невинных, так ведь? Среди которых попадаются отпятые мошенники. Вы расстроены. Это понятно. Почему Дон Фуэнтес до сих пор не за решеткой? Потому что нет доказательств. Доказательств? Стрела была опущена с крыши дома. В данный момент капитан Гришим и его люди прочесывают город. Я смотрю, вам весело. Проклятый ребенок. Костюм испортил. Если вы не разберетесь с Фуэнтесом, это сделаю я. Вы делать ничего не будете. Не волнуйтесь, виновный будет наказан. Даже если он один из самых влиятельных Донов Салина, со связями в суде. Я уважаю вашего отца и сделаю вид, что не слышал этого. Если мой отец умрет, его кровь будет не последней, что прольется в Салина. Я с вами полностью согласен. Такой большой поднос и такая маленькая девочка. Эй, сеньорита, иди сюда. Спасибо, сеньор. Странный выбор оружия. Вам не кажется, доктор? Это еще мягко сказано. Почему лук, а не пистолет? Чтобы убить тихо. В толпе? Средь бела дня? Но с пистолетом его местоположение легче определить. Рамон во всем винит Фуэнтеса. Может, это кто-то из его работников? Не думаю. Здесь явно действовал профессионал. Наемник? Извините меня, сеньора. Нет. Марта, ты слышала, что сказал доктор? Про наемника? Да, слышала. Но он не остановится, пока не завершит начатое. Посмотри. У входа стоит охрана. Марта, мы с Рамоном были друзья с самого детства. Я должна помочь ему. Тесса. Не волнуйся. Как я могу не волноваться? Править, значит, уметь контролировать. Без моего ухода эти розы завяли бы. То же самое в политике. Единственное, чего я не потерплю, это анархия. Даю вам слово, полковник. Я не имел отношения к нападению. Может, имели. А может, и не имели. Это останется на вашей совести. Между мной и Агилера были разногласия. И я этого не отрицаю. Я только хочу заметить, что проделано все было грубо. Это мой город. Моя фиеста. И наемники здесь не должны появляться. Если бы я хотел убить Агилера, я не стал бы делать этого на людях. Я бы перерезал ему горло ночью во сне. Рад это слышать. Осторожность. Если люди выходят из повиновения, есть только один способ положить этому конец. У меня приказ обыскать все комнаты. Да, конечно. После того, что сегодня произошло, нужно быть осторожными. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты умрешь. Я собиралась сказать то же самое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Королева! Ее нельзя упустить! Поднимайте тревогу! Продолжим в другой раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доктор Хэлл? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что за собрание? Это люди с моей госианды. Отправьте их домой. У вас в гостинице мертвый солдат. Еще двое лежат без сознания. Поэтому мы усилили наряды. Но не для защиты моего отца. Не испытывайте мое терпение. Молодой человек, по-моему, вы и ваши люди не готовы к последствиям. Рамон! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сожалею. Папа! 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 Неожиданный поворот событий, доктор? Он потерял слишком много крови. Я ничего не мог сделать. Аминь. Одним ангелам стало больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устали? Тяжелый был день. Я уверена, вы сделали... Не надо. Я не нуждаюсь в вашем сочувствии. Я кое-кого ищу. Надеюсь, вы мне поможете. Узнаете его? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет. Посмотрите внимательнее. Вы уверены? Абсолютно. А здесь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где вы это взяли? Наемник метил не в Дона, а Гилеру, верно? Он пытался убить вас. С чего вы это взяли? Рамон не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за отца. Я не отвечаю за поступки Рамона. Разве? Он считает, за этим стоит Фуэнтес. Человек, у которого вы это взяли. Скрылся. Значит, он еще жив. Пусть Рамон думает, что хочет. Так безопасней. Вы что, шутите? Это мои проблемы. Не лезьте не в свое дело. Похоже, не я одна скрываюсь под маской. КОНЕЦ В точности, как отец. Подлец. Я искренне сочувствую вашей утрате. Идите к черту. Не так быстро. Когда я узнал о смерти вашего отца, я принял меры предосторожности. Убийца. Убийца. Я даю честное слово, что не убивал вашего отца. Почему я должен вам верить? Потому что это правда. Кровь за кровь. Я не убивал вашего отца. У меня жена. Дети. Вы не оставляете мне выбора. Вы... Вы не посмеете. Только подальше от Гассиэнды. Я никому не позволю себя шантажировать. Да простит меня Бог. Господь. Господь... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это ещё кто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если честно, я подумал, что смогу вам помочь. Неужели? Я вас слушаю. Я учёный, и поэтому очень наблюдателен. Я мог найти что-то такое, что ваши солдаты просмотрели. Вам удалось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боюсь, что нет. Да, доктор, такая преданность своему делу и моему расследованию поистине поразительна. Почти невероятно. А убийца, полковник, вы его нашли? Увы, пока он скрывается. Но не бойтесь, никому ещё не удавалось спрятаться от Монтои вечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди быстрее, шевелись. Нет, прошу вас, не надо. Я вам заплачу. Надо было держать язык за зубами, тогда не пришлось бы умирать. Королева! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно торопиться, пока людей Фуэнтеса не начали искать. Ты спасла мне жизнь. Я жду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему мы остановились? Здесь уже близко. Дальше пойдёшь пешком. Послушай, что я тебе скажу. Дон Фуэнтес сказал тебе правду. Он не убивал твоего отца. Но только у него во всей округе был мотив. Если это не Фуэнтес, то кто же? Произошла ошибка. Несчастный случай. Наемник целился не в Дона, а Гелиару. Он попал в него случайно. Что ты хочешь этим сказать? Это правда, клянусь тебе. Но не вся правда. Тебе больше ничего не надо знать. Мой отец мёртв. Я хочу получить ответы. Извини. Извини? Держись подальше от Дона Фуэнтеса. Сегодня, чтобы спасти тебя, я убила человека. Больше я этого делать не буду. И королева мечей ускакала вдаль. Даже не верится, что вы не слышали. Весь город об этом говорит. Я был очень занят. Пульс у вас нормальный. Когда началась головная боль? Кажется, утром. Интересно, о чём сейчас Рамон думает? Он был на волосок от смерти. А это будоражит? Напрасно вы так думаете. Я не вижу никаких признаков лихорадки. Вас забит? Как агония. У вас боли? Я не о себе, о Рамоне. Подумайте, какое он пережил испытание. А по-моему, это просто глупо. Нет, романтично. Он молод, напорист. Готов отдать жизнь, чтобы отомстить за смерть отца. Уверена, он не отступится, пока не погибнет. Я вынужден просить вас извинить меня. А мои симптомы? Это серьёзно? Я дам вам воды с глюкозой, и всё пройдёт. У меня ещё очень много пациентов. Да, конечно. Спасибо. Спасибо. Я получил вашу записку. Я здесь. Спасибо, что пришли. Завтра похороны моего отца. На ранче много дел. Уверяю вас, это важно. Я жду. Одного человека не хватает. Ты! Ты! Ты ещё жив, негодяй. Так и должна быть. Даю вам минуту, чтобы объясниться, доктор. Это был я. Я вас не понимаю. Мишенью был я, а не Агилера. Вы с ума сошли. Это правда. Стрела, убившая вашего отца, предназначалась мне. Зачем? Простите меня, Рамон. Вашего отца убили случайно. Если бы я мог поменяться... Зачем вас кому-то убивать? Причин много. Но я унесу их с собой в могилу. Почему я должен вам верить? Посмотрите на меня. Взгляните мне в глаза. В них нет жизни, только смерть. А смерть оставляет следы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь я понимаю, почему вы до сих пор не женаты. Почему бы вам не убрать кинжал от моего горла и колена с моей груди? Ладно, ладно. Какого черта вы прыгаете на людей сверху? А какого черта вы меня преследуете? Почему вы уезжаете из города? Почему вы прячетесь под маской? Я первая спросила. Я с вами разговариваю. Это вы во всем виноваты. Вы что-то ищите? Свою лошадь. Лошадь. Да. Лошадь. Жеребец. Четыре ноги, большая голова, длинный хвост. Недалеко отсюда есть ранчо. Там вы можете достать другую. Если вы, конечно, не передумали сбежать. Я не бегу. Я гуляю. Я гуляю. Мы теряем время, полковник. У меня, видимо, дурные манеры. Я забыл ваше имя. Я его не называл. Если вас не интересует мое предложение, зачем тратить время зря? Не горячитесь. Присядьте, мой анонимный друг. Присядьте. В конце концов, как сказал поэт, что в имени тебе моем. Мы договоримся? Вы отдадите мне королеву мечей? А вы отдадите мне доктора Хелма? По-моему, честная сделка. Здесь красиво. Знать бы, где мы. Вы никогда раньше здесь не были? Совершенно незнакомое место. Вы уверены, что это единственный выход? Если помните, я предлагал проехать через каньон. Я имела в виду ваш отъезд. Есть только один способ от него избавиться, убить. И вы не готовы лишить кого-то жизни, чтобы спасти свою? Я дал клятву. Теперь я врач. Тот человек на рисунке, с бородой. Кто он? Он давно умер. Так, смотрите. Вот они. Нас заметили. Да. Как трогательно. Я перед вами в долгу, мой таинственный друг. Ведите нас к победе. Первая кровь моя. Когда королева мечей будет в моих руках, убейте его. Раз мы разглядели Монтою, значит, они нас тоже заметили. Не сомневаюсь. Мне показалось, что рядом с ним был наемник. Кому-то из них нужны вы. Что вы делаете? Вдвоем нам от них не уйти. Я вас одного не оставлю. Спокойно. Доктор, вы целы? Уезжайте. Проклятие. За ней! Проклятся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следы ведут на запад. Она уводит нас от доктора. У женщины доброе сердце. Буду держать его в колбе на рабочем столе. Дальше бежать некуда. Как ты хочешь умереть? Кто ты? Месть. Не понимаю. Ян Летхэм был моим братом. Ян? Теперь ты вспомнил человека, которого ты убил. Это не убийство, а была война. Следы все еще ведут на запад. Но они уже не такие глубокие. Кажется, она морочит нам голову. Езжайте вперед. Я поворачиваю. Десять реалов тому, кто убьет королеву меча. Доктор. Скорее, убийца. Это не так. Ты не думал, что смерть подстерегает тебя так близко? Скажи мне, что не помнишь моего брата. Его кровь. Его смерть. Говори! Не могу. Северная Испания. Черт побери, я тебя чуть не застрелил. Хорошо, что не успел. Ты? Капрал Летхен? Мы знакомы? Нет, но я тебя знаю. И почему ты хочешь меня убить? За предательские сведения, которые ты собираешься доставить французам. Ты меня с кем-то перепутал. Где они? Говори, Капрал, ты умираешь. У меня в планшете. Здесь полно бумаг. Кажется, вот то, что мне нужно. Эй, ты! О, Боже! Яна! Яна! Это я! Твой брат! Помоги! Помоги! Мой брат не был шпионом. Видели, как он разговаривал с французами. При нем были документы. Ян был невиновен. Я не мог поступить иначе. У меня был приказ. Знаешь, в чем особенность мести? С годами она становится слаще. Прощай, доктор. Поговорим втроем? Опять ты. Не ее! Тебе нужен я. Давай, ублюдок. Доктор! Доктор! М Priest! Доктор! Иди! Поп Королева мечей без меча, как смело. И как невероятно глупо. Что же вы меня не убьете? Упс. Вот теперь я сильно разозлился. Посмотрим, что вы умеете. Захотелось снова попробовать крови, доктор. Оставь меня. Тебя не жить! Умри, предатель! Давай, чего ты ждешь? Ты же убийца. Тебя! Обьян! Тебя! Это что? Да! Продолжение следует... Если вы согласитесь проткнуть мечом девушку позади меня... О какой девушке идет речь? Черт! Проклятие! Она была так близко! Я уже чувствовал запах ее крови. Вы непростой человек, полковник. Ничего подобного. Наемника можно найти... ...где угодно. А где я найду нового доктора? Или нового коня. Прощайте, полковник! Это моя лошадь! Вот видите? Чужая жизнь за нее. Монтовия предполагает, а Бог... До города далеко, полковник. Да. Это точно. Знаете, доктор, я думаю, что я слишком добр вовлет себе. Вы себя льстите, полковник. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Зд Covid-19 Продолжение следует... Продолжение следует... Это было давно. Пусть останется в прошлом. Я рад, что вы зашли. Правда? Не был уверен, что увижу вас снова. А зачем вам меня видеть? Есть причина. Это комплимент? Вам решать. Я хотел вернуть меч. Спасибо, доктор. Да, кстати. Приятно вернуться домой. КОНЕЦ Надо было выпить немного вина. Ваши глаза прозрели бы. Тогда ваши глаза сегодня, очевидно, многое видели. Да, это точно. И я не мог не заметить, что вы в одиночестве. Это грустно. Я тоже это заметила. Поэтому и ухожу. Ну, сейчас вы уже не одна. Так что можем вернуться. Нет. Я еду домой. Но спасибо за заботу. Так давайте я провожу вас, куда бы вы там ни ехали. Дорога темная опасна. Не так опасна, как в обществе лихого капитана. Лихого. Кормина! Кормина! Быстро! За мной! Перекрыть все выходы! Взять его! Одно движение, и ты труп. Позовите врача. Врач не нужен. В ролях Тесси Сантьяго. Энтони Лемке. Эльза Потаки. Питер Уингфилд. Паулина Гальвис. Валентин Пелка. Продюсер Кен Горд. Королева Мечей. Королева Мечей. Свидетельница. Продюсер Кен Горд. Простите. Вы сеньорита Альвараду? Да. Я Криспин. Кармина моя сестра. Была. Больше у нас нет сестры. Спасибо вам. Вы очень добры, сеньорита. Сочувствую ваши потери. Надеюсь, на суде вы выступите свидетельницей. Да, разумеется. Невзирая на то, что наша сестра была простой крестьянкой, а вы благородной леди. Я одна видела, как все произошло. Правда, слепа, сеньор. У нее прекрасное зрение. Правда. Порой она предпочитает смотреть в другую сторону. Арсеньо, хватит. Простите, сеньорита, моего брата. Вам обоим выпало тяжелое испытание. Что ж, не буду мешать вашей молитве. Зачем ты оскорбляешь ее? Криспин, не будь наивным. Она нас предаст. Я ей верю. Она пришла отдать к Армении последний долг. Она явилась только за тем, чтобы забрать свою шаль. Вы, Монтоя. Полковник Луис Монтоио. Вы должны отпустить моего сына. Выпустить на свободу убийцу? Вы ошибаетесь. Антон не убийца. Сеньора, я представляю закон, а закон не позволяет отпустить обвиняемого без оснований. У меня восемь хорошо вооруженных оснований за дверью. И вот еще одно. А, материнские чувства. Очень трогательно. Тем не менее, я не могу дать ему уйти только потому, что вы считаете, что он невиновен. К тому же, молодой человек ничего не сказал в свое оправдание. Я могу с ним повидаться? Конечно. Имейте в виду, что есть еще одно обстоятельство. Свидетельница происшествия. Кто она? Кто назвал моего сына убийцей? Долго еще? Я кузнец, а не волшебник. Попридержи язык. Горячий металл, как красивая женщина. С ним нужно обращаться осторожно, иначе рискуешь обжечься. Ты покраснела. Эти люди сулят неприятности. Я чувствую, Влад, кто они? Работники сранча того парня, что сидит в тюрьме. Сегодня Люку придется потрудиться. Нужно сделать второй гроб, да еще и виселицу. Для парнишки. Я ведь тебя предупреждала. Вот куда тебя привела связь с этой девкой. Не называй ее так. Я любил ее. Понимаю, первая женщина. Кармина была совершенством. Ангелом. А ты вынудила меня бросить ее. Я сделала это для твоего уже блага. Когда-нибудь ты поблагодаришь меня. За что? За то, что ты ее убила. Если в этой камере есть убийца, так это не я. Но повесят меня. Нет. Да. Обе наши смерти на твоей совести. Тебя повесят только через мой труп. А трупом будет любой, кто встанет у меня на пути. О, да. Сеять вокруг себя трупы, это ты умеешь. Интересно, что мы тут имеем. Повесят его или не повесят? Вам-то что с этого? Мы используем маленькую рыбку, чтобы поймать крупную рыбину. Потом посмотрим, кто еще попадется в нашу сеть. Она мертва. Кому теперь нужно это платье? Она собиралась надеть его на свадьбу. И надела бы, если бы слушалась меня. Она потому и умерла, что слушалась тебя. Ты велел ей выйти за него, чтобы мы переехали в большой дом. Это был ее шанс стать леди. Она была нашей сестрой, а ты использовал ее. Она действительно любила Антона. И его деньги тоже. Ни слова больше. Я хочу только справедливости, брат. Мы добьемся ее. У нас есть свидетельница. Клянусь тебе. Если сеньорита Альварадо откажется дать показания, она будет иметь дело со мной. Вернемся домой, залезу в ванну и буду сидеть там всю ночь. Хочешь смыть с себя все грехи? На грехи у меня нет времени. Попробуем от них удрать. Попробуем от них удалось. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мне бы на несколько минут стать моим вторым я. А мне бы на несколько минут оказаться в другом месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скорее, в дом! Возьми пистолеты. В этом нет необходимости. Окружайте дом. Они не должны уйти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сеньорита Альварадо, если я не ошибаюсь. А вы кто? Удивительно. Я не ожидала встретить здесь благородную женщину. А я не ожидала встретить здесь непрошенную гостью. Это его мать. Вы мать Антона? Оставь нас. Мне нужно поговорить с твоей хозяйкой наедине. В самом деле, Марта, не приготовишь нашей гости чаю? Не думаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты права. Слишком жарко. Лучше принеси лимонат. Поторопись. Итак, к делу. Вы не будете свидетельствовать против моего сына. Прошу меня извинить, но я вас не совсем поняла. Мой сын еще мальчишка. Он мечтатель, а не убийца. Я благодарю Бога за то, что вы не видели его тогда, на балконе, с дымящимся пистолетом в руке. Не испытывай мое терпение. Ты не продержишься и десяти секунд, девочка. Где же Марта с лимонадом? Станешь у меня на пути. За рублю. Будешь свидетельствовать. Я убью тебя. Я ненадолго. Полковник Монтои у себя? Нет, синьорита. Благодарю. Здравствуй, Вера. Ты одна? Хочешь кофе? Я ищу полковника Монтои. Выпью позже. Тесса, я кое-что... Да? Нет, ничего. Спасибо. Пустите. Синьорита Альварадо, вы напуганы? За вами следят, синьорита. Я знаю. Не бойтесь. Мы будем охранять вас. Простите, но это ни к чему. Кто может меня обидеть? Мы знаем, что Мэри Росс, владелица раньше, была у вас. Она вам сказала, что Кармина охотилась за ее драгоценным сынком из-за денег. Нет, она этого не говорила. Мы боимся, что эти люди помешают вам выступить свидетелем. Вы будете свидетельствовать? Да, буду. Я же вам обещала. Простите, мне надо идти. Синьорита. Итак, ты не помнишь своего отца? Сочувствую. Мальчику нужен отец. Мать никогда не говорит о нем. Ах да, твоя матушка. Железная женщина. Все еще чувствует себя морским капитаном. Вражду стихи отбивала смело. Шекспир? Да, буря. Но, думаю, твоя матушка это скорее леди Макбет. Она ведь тоже из тех женщин, у кого руки в крови. С чего вы взяли? Всем известно, что она была пиратом. Она сражалась с пиратами, когда водила торговые корабли из Англии и Испании. Ах да, она же была морским волком, наемницей. Не так уж хорошо вы осведомлены. Хватит о ней. Как я могу помочь тебе? Никак. Кармина мертва. Но ты пока нет. И, полагаю, ты не прочь остаться в живых. Он понимает, как ему повезло? Думаю, юноша трезво оценивает ситуацию. О чем вы говорите? О кармине? Эта интриганка использовала половину мужчин города. Что? Да, можешь спросить местных парней. Клочок земли, немного денег, кармина твоя. Вы лжете. Представляю, какой это шок для тебя. Ужасно. Что вы такое говорите? Мы не осуждаем тебя за то, что ты ее убил. Эта же мать подговорила тебя. Может, даже помогла? Убирайтесь. Я не убивал ее. Сначала ты молчал, что выглядело как признание своей вины. Потом ты обвинил свою мать в том, что это она убила. А теперь ты говоришь, что не убивал. Где правда? Так вы еще и подслушивайте. Уже за одно это я отправлю тебя на веселицу. Не трудно было выудить в него признание. До вечера еще далеко. Вели плотнику с орудий две виселицы. Одну для него, другую для его матери. Песня. Песня. Маркус? Маркус? Ты где? Я Матадор, ты бык? Сегодня я не хочу. Но я был быком в прошлый раз. Я вообще не хочу играть в эту игру. Мне нужна твоя помощь. Ладно. Ты красавица, попавшая в беду, а я благородный рыцарь. Да перестань же ты. Выслушай меня. Ладно. Перестань. Так вот, я... Я знаю, кто ты. У меня нет времени. Нет времени. Так не трать его на разговоры. Мне нужно идти. Куда? Не важно. Ага, все ясно. Интересно я его... Знаю. Твоя записка, Вера. Речь идет о жизни и смерти. Чьей смерти? Я знаю, что ты обо мне думаешь. Вера, что случилось? Если двое любят друг друга, разве они заслуживают смерти? Кармина? Ты о ней говоришь? Женщину, у которой всего-то есть что одно платье и богатый мужчина. Разве это преступление? Вера, если ты что-то знаешь, я знаю, что значит ничего не иметь. Расскажи мне, что ты знаешь. Это не важно. Одно твое слово может отправить человека на виселицу. Человека, который виновен в убийстве. Видимость порой обманчива. Простите, синьорита, при всем уважении, я не могу пустить вас к заключенному. Вы единственная свидетельница, а вдруг обвиняемый попытается повлиять на вас? Вы так добры. Вы беспокоитесь обо мне. Но от меня зависит жизнь Антона, а все, что я видела, это тени за занавеской. Когда человек смотрит смерти в лицо, не стоит верить его словам. Сочувствую вам. У вас столько обязанностей, вы и судья, и присяжный, и палач. Я понимаю, отчего вы так взволнованы. Мать парнишки находится в Эль-Каньон-де-Ла-Луна. Ее люди следят за вами. Братья-девушки преследуют вас. Не мудрено занервничать. Именно поэтому мне и нужно узнать побольше. Я пытаюсь быть храброй. Но для этого мне нужна ваша поддержка. Перед лицом смерти, как и перед лицом совести, многие пасуют. Вы должны быть стойкой. Ваш благородный отец Дона Альварадо предпочел бы умереть, чем скрыть правду. Не так ли? У нас неприятности. Я выставлю охрану возле ее гасиенды. Неприятности наши союзники, Гришин. Наблюдай. Ну, она согласилась не давать показания? Увы, нет, мадам. Я пытался уговорить ее, но... Мэри следовало убить ее, когда была возможность. Я понял. Если Мэри Рос убьет Тессу Альварадо, вы заберете ее земли. А потом повешу Мэри Рос за убийство. И заберете ее земли тоже. Все прекрасно. А мне-то казалось, боги покинули нас. Синьорита Альварадо. Синьорита Альварадо, вам записка. Записка? От кого? От моей хозяйки, Мэри Рос. Но тут ничего не написано. Там написано, что вы должны умереть. Мэри Рос. О, нет. Ты ранена? Нет. Но один из людей Мэри Рос убит. Я тебя предупреждала. Он напал на меня. А ты защищалась. Слава Богу, ты это умеешь. В том-то и дело, что нет. Тесса Альварадо беззащитна. Марта, я не должна была это делать. Убивает только королеву. И теперь Тесса не может больше прятаться за маской. Иногда я смотрю со стороны на королеву, удивляясь тому, что она делает. Тому, что она так уверена в себе. Тому, что она... Убивает. Это непросто. Непросто. Так и должно быть. Убит собственным ножом. Как это могло случиться? Кто это сделал? Кто? Он был далеко от города, когда догнал свидетельницу. Уж не думаешь ли ты, что его убила эта слабая девчонка? Найдите убийцу и привезите ко мне. Да, сеньора. Полковник! Полковник! У нас проблема. Всего одна? Дела явно идут на поправку. Мне доложили, что один из людей Мэри Рос был убит ножом. Таким образом, у нас одной проблемы меньше. Он был ее правой рукой. Теперь она перевернет весь город, чтобы найти убийцу. И избавит нас от этой необходимости. Какие будут указания, полковник? Ждать. Это старый прием восточного военного искусства. В конце концов, сила противника оборачивается против него же. Что ж, звучит убедительно. И довольно кровожадно. Что за настроение? Проснулась совесть. Немного поздновато ты не находишь? Да, сэр. Эта штука сломает ему шею. Нет, так его только придушат. Шею это не переломит. Вот так и все. Он слишком легкий, нужна другая подставка. И это годится? Нет, не годится. Бедному парню придется помучаться. Вы уверены, что это он убил Кармина? Я нет. Но свидетельница уверена. А если кто-то может доказать, что он невиновен? Что? Ну, вдруг кто-то, мало ли, видел, как все было на самом деле. Сеньора Эдарго, я не пойму, почему благородная леди интересуется заурядным убийцей и его еще более заурядной жертвой. Любопытно, что будет, если кое-чей муж узнает о новой свидетельнице. Свидетельница, которая, очевидно, находилась в соседней комнате. Полагаю, в случае огласки не избежать дуэли. Супругу, столь ею обожаемому, придется встретиться с молодым, горячим любовником, и он умрет, упав лицом в грязь. А состояние его бедной молодой вдовы, с таким трудом приобретенной, возможно, станет достоянием городских властей. Боюсь, она в этом случае потеряет все и умрет в забвении и нищете. Не все, что знаешь, нужно говорить вслух. Не так ли, Вера? Вера, я тебя везде ищу. Монтойо не пустил меня к Антону. А я тут при чем? Вера, мне нужна правда. Антону нужна правда. Как ты сможешь жить, если твои руки будут в крови? Поклянись, что никому не скажешь. Клянусь, памятью отца. Я пила вино с одним юношей. В одном из гостиничных номеров. И вдруг услышала голоса в соседней комнате. Антон, не говори так. Ты вся моя жизнь. Я люблю тебя, ты же знаешь. Но моя мать против. Я подошла к окну и увидела, как она взяла его пистолет. Отдай это мне. Так не достанься же никому. Перестань, прошу тебя. Отдай пистолет. Осторожнее. Пожалуйста. Отдай. Я была не одна. И если я расскажу о том, что видела, это убьет Гаспара. Он добрый человек. И не заслужил этого. Нельзя, чтобы повесили невиновного. Помоги мне. Наши молитвы прежде всего нужны не мертвым, а тем, кто остался скорбеть, не так ли? Полковник Монтое, Антон признался? Он хитрый и малый. Надеется, что молчание обеспечит ему свободу. Но ведь это не так, правда? Синьорита Альварадо обещала выступить свидетелем. Бросьте, мы же мужчины. Мы знаем цену женским клятвам, верно? Так или иначе, на убийца сестры ответят по справедливости. Я молюсь, чтобы вы оказались правы. Такая прекрасная, такая спокойная. Если ее убийца уйдет безнаказанным, на нас, на всех, будет лежать грех. Стой, где стоишь? Взять ее. Только притройся ко мне, и ты пожалеешь. Ты пойдешь со мной. Если твоя хозяйка выступит свидетельницей, ты умрешь. Если нет, останешься жить, ясно? Ты недооцениваешь нас обеих. А ты недооцениваешь меня. Заберите ее. Прекрасный вечер, капитан. Да, ничего. Это мое любимое время суток. Наконец, можно отдохнуть. Я предпочитаю закат. Как всегда думаешь о любовных приключениях, Гришин. А вот я больше люблю понаслаждаться плодами своих трудов. Полковник Монтое, могу я с вами поговорить? Конечно. Наедине. Я решила не выступать свидетелем. Вот как? И что же явилось причиной столь внезапной перемены, Синьерид? Ваши слова о великом значении правды. Если из-за меня повесят невиновного... Господи, у меня сердце трепещет при одной мысли об этом. Вы уверены, что это только голос совести? Может, нашелся еще свидетель? Если бы так, зачем бы я оставила брать на себя ответственность за чужую жизнь? Это так обременительно. Вы должны свидетельствовать о том, что видели. Таков закон. Я думала, закон это вы. Все в порядке? Все просто превосходно, Гришин. Заканчивается замечательный день. А завтра на рассвете кое-кто будет болтаться на виселице. Здесь были люди с ранчо, Синьерид. Они забрали Марту. Присмотрите за остальными. У тебя есть дети, цыганка? Нет. Когда Антону было 8 лет, он упал с лошади. И несколько часов не приходило сознание. Попробуй догадаться. Вы пристрелили лошадь. Я потеряла многих друзей, потеряла мужа. Но только сейчас я понимаю, что такое настоящая потеря. Порой единственное, что мы можем, это любить. Надеюсь, твоя хозяйка будет молчать. Мне не хочется убивать тебя. Так не убивай. Это что еще за привидение? Я подруга Синьорита Альварадо. Она наняла тебя освободить ее цыганку-кухарку? Я не кухарка. Ну и не фехтовальщица. А как насчет твоей подруги? Искусна ли она в этом? Не трогайте ее. Она моя. Неплохо. Я могу и лучше. Посмотрим. Покончим с этим, и пусть меня похоронят на берегу моря. Я не собираюсь тебя убивать. Тогда ты глупа. Тесса Альварадо не будет свидетельствовать против твоего сына. Даю слово. Почему я должна верить тебе на слово? Потому что она узнала, что он невиновен. Этого недостаточно. Тогда в подтверждении своих слов я вручаю тебе свою жизнь. Теперь я в твоей воле. Ставишь свою жизнь против моей части? Ты могла бы стать достойным моряком. Прими мои извинения. За цыганку-кухарку? Я еще подумаю. Сеньорита Альварадо встретит тебя завтра в суде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где она? Королева мечей сделала свое дело. Сегодня мы ее уже не увидим. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ЛЕВ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это предвещает быстрый суд. Но не быструю казнь. Прошу вас, мадам. Меня волнует только справедливость. Ну так вот, суда не будет. У вас нет свидетеля. А очаровательная сеньорита Альварадо, это что, мираж? В каком-то смысле, да? Я не буду свидетельствовать. Нет свидетеля, нет и суда, полковник. Вы сейчас не в море, здесь командую я. Игра ведется по моим правилам. А на закон плевать? Заключенный обвиняется в убийстве. Это был несчастный случай. Полковник Монтоя, прошу вас, не заставляйте меня лгать под присягой. Отпустите моего сына. Иначе я заберу его любой ценой. Полковник Монтоя, вы честный и благородный командир. Силы у обеих сторон равны. Боюсь, победителя не будет. Будут только новые смерти. Безусловно, вы достаточно умны, чтобы принять правильное решение. Тем более, что вы можете оказаться первой жертвой. Я мирный человек. Третейский судья в спорах и представитель интересов народа. В связи с отсутствием свидетеля, я, полковник Монтоя, освобождаю заключенного из-под стражи. На плечо! Освободите его. Да, сэр. Спасибо, полковник Монтоя. Я всегда знала, что вы мудрый и храбрый человек. Да, сеньорита. Так и есть. Значит, смерть моей сестры была несчастным случаем. Криспин может в это и поверить, но я нет. Простите, но это правда. Берегитесь, сеньорита. Несчастный случай может произойти и с вами. Послушай, если хоть волос упадет с головы этой девушки, я найду тебя и выпущу кишки. Спасибо, но я думаю, в этом нет необходимости. Спасибо вам за Антона. Я поступила так, как считала правильным. Похоже, я вас действительно недооценила. Не думаю. Моя жизнь – открытая книга. Я уверена, того, кто туда заглянет, ждет много интересного. Желаю вам счастья, Мэри Рос. Попутного ветра, Мария Тереса Альварадо. И надежного якоря. Поехали. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устали, капитан? Нет. Если немного отдохнете, то продержитесь еще минуту, а то и две. Может, тебе нужна помощь, Гришин? Не нужна мне помощь. Да ты не стесняйся, мы тут все свои. Ну, давай. Достаточно, капитан, дайте и другим попытать счастье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брошу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если ты отдохнул, попробуй с ним покончить. Охотно. Хотите пить? Вижу, вы привыкли драться с дикарями, а не с джентльменами. Умирают все одинаково. Вопят боли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Урок первый. Сами выбирайте себе противника, капитан. Не давайте это делать другим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, позволить ему убить тебя? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет. Не сегодня. Я вижу разговоры о вашем мастерстве, невыдумка. Лучший фехтовальщик в Испании, а теперь лучший и в Америке. Так и должно быть, если вы собираетесь убить королеву мечей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В ролях Тесси Сантьяго, Энтони Лемке, Эльза Потаки, Питер Уинкфилд, Паулина Гальвес, Валентин Пелка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продюсер Кен Горд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Королева мечей. Дуэль с незнакомкой. Конечно, Испания – это хорошо, прекрасная страна. Зато здесь, в Америке, больше возможностей. Мне не нужен задаток, я не торговец. Это так, но если вы выполните работу, то сможете получить должность гвардейского капитана. Я хочу, чтобы мы правильно понимали друг друга. Я согласился на ваше предложение, но работать я на вас не буду. Разумеется. Мы оба знаем, как вы дорожите своей честью и титулом. Видно, для вашей семьи наступили тяжелые времена, если вы вынуждены торговать своим искусством фехтовальщика. Дела моей семьи вас не касаются. Я упомянул о ней, потому что не считаю нужным скрывать свое происхождение. Мой отец был чиновником. У моей матери был титул, но, что еще важнее, у нее были деньги. Вы путаете богатство и знатность? Нет. Это вы путаете. Имея оружие и золото, даже сын мелкого чиновника может возвыситься до императора. Мы с вами прагматики, дон Антонио. Мы оба знаем, что все имеет свою цену. Даже честь. Там был художник Гоя. Ты мне не поверишь, но сам король Фердинанд смотрел на меня. Я была одета в платье из розового шелка, и он не мог отвести от меня глаз. Марта, это я одолжила ей то платье. Она думает, я забыла об этом, уехав сюда. Я еще вернусь за своим платьем, Луиза. Я скучаю, Марта. Скучаю по людям, по музыке, по приемам. Здесь ты тоже бываешь на приемах? Приемы у Антонио такие скучные. Я бы лучше пошла с тобой сегодня на карнавал. Я устала играть роли избалованной аристократки. У тебя это отлично получается. Знаю. Иногда я сама себе противна. Какое? Из розового шелка. Какое из этих? Я не пойду. Господи. Ты должна пойти на этот прием, чтобы выведать, когда Монтой собирается перевозить золото. Знаю. Ты идешь туда не веселиться и не вести глупые разговоры. Больше не будешь ныть? Нет. Отлично. Вы не видели мою жену? Она сказала, что умирает от голода. Хочу спасти ее от смерти. Нет. Вера! 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 Мне нужно идти, капитан. А, Донния Сесилия. Давно вас не видела. Ты можешь идти, Марта. А, Донния Сесилия. Антонио. Мадрид, 1815 год. Ты умрешь. Я не хотел оскорблять вашу семью. Так, Абет. Антонио! Он мертв. Он защищался. У него не было выхода. Но у него был выход. Если бы он не убил, то убили бы его. Нет. Это Антонио вызвал его на дуэль, потому что ему показалось, что задета его честь. Но его честь была задета. Этот юноша оскорбил его отца. А теперь он мертв из-за пары неудачно сказанных слов. И это называется честью? Тебе не понять. Он слишком дешево ценит жизнь. Держись от него подальше. Он уходит на войну, Марта. Возможно, я его больше не увижу. Есть только мы, остальное не важно. Ты меня понимаешь? Да, Антонио. Нет, нет. Не теперь. Подожди, пока я вернусь. Ты меня не забудешь? Твое сердце и мое – это одно целое. И каждое утро, когда я буду просыпаться, ты будешь здесь. Тесса! Вот. Возьми. Святой Микаэль, он защитит тебя от Наполеона. Я буду сражаться за тебя, Мария Тереса Альварадо. Я добуду славу и честь нашим именам. Мадрид стал без тебя скучным городом, Мария Тереса. Почему ты не отвечал на мои письма? Я не мог. А когда вернулся с войны, ты уже уехала. Как тебе удалось стать еще красивее, чем в моих снах? Вера! Вера! Как семья? Как твоя сестра Эмилия? Ты счастлива здесь? У тебя есть кто-нибудь? Никого. Никого. А ты здесь какими судьбами, Антонио? Разве ты забыла? Твое сердце и мое одно целое. После того, как я закончу свое дело... Дело? Я уеду отсюда богатым человеком. Встретимся завтра в полдень в церкви. Там я тебе все объясню. Поистине тесен мирок испанских аристократов. Надеюсь, это не слишком отвлечет нашего фехтовальщика. Ты сделал, что я просил? Да, я заплатил кучеру. Он сейчас празднует. Хорошо. Завтра пол-Калифорнии будет знать, когда отправится в путь мое золото. Он дал мне два золотых реала и велел хорошенько повеселиться. Разве я могу ослушаться своего капитана? Верно, Марта? Марта, красавица моя, выпей стаканчик, а потом погадай мне по винному осадку. Ну? Стакан пуст. Это неправильное гадание. Там должно быть сказано, что с таким мужчиной, как я, твой стакан никогда не будет пустым. Откуда у такого мужчины, как ты, столько денег, чтобы мой стакан всегда был полон? Она не знает, какой я важный человек. Скажи ей. Скажи сам. Монтове посвящает меня во все свои планы. Он всем не рассказывает. Правда, Игнасио? Да. Потому что я кучер. И знаю, когда полковник собирается перевозить свое золото. Только не спрашивай меня, когда. А я не верю, что ты это знаешь. Спроси Игнасио. Я сказал ему и еще нескольким. Монтойя не зря тебя доверяет. Вот увидишь, очень скоро я пойду на повышение, красавица. Может, тогда ты будешь смотреть на меня по-другому? Возможно. Кучер сказал, что они выезжают на рассвете. Они поедут по горной дороге, а потом через ущелье. Тесса. Что? Что сказал Антонио? Все не могу поверить, что он здесь, Марта. Не дай ему снова завладеть твоим сердцем. Он все тот же надутый павлин, что и прежде. Ты его совсем не знаешь. Иначе никогда бы не посмела так о нем говорить. Узнаю его интонации. Я имею право на свою жизнь. И если я решу связать ее с ним... Это твое личное дело. Я помню о своем долге. Ты сама взяла его на себя. Я люблю его. Всегда любила еще, когда мы были детьми. А он тебя? Да. И он меня любит. А будет ли он любить королеву мечей? И он меня любит. Го, быстрее, там королева мечей. Деньги в карете? Спасибо, ты свободен. Если хочешь помолиться, сделай это сейчас. Нет. Спускайся и сразимся. Ты не сможешь бегать от меня вечно. Мне трудно поверить в то, что она убежала. Вы хотите сказать, что я лгу? Не будем тратить время на пустяки. План действий такой. Гришин придерется в баре к какому-нибудь болвану и задержит его. Тот, естественно, будет брыкаться, что позволит нам обвинить его в сопротивлении властям и приговорить к повешиванию королевы мечей примчиться к нему на помощь, и у вас появится возможность убить ее. А если она не примчится? В отличие от нас с вами, у нее несколько упрощенные представления о чести, что делает ее весьма предсказуемой. Пьетро! Марта! Что с тобой случилось? Я видел королеву мечей вот так близко. Лицо у нее все в шрамах, а глаза желтые, как у льва. Она появилась внезапно, как молния, и через секунду все было кончено. Она забрала золото? Нет, это была ловушка. Я об этом узнал только, когда тот парень сел в карету. Какой парень? Испанский дворянин. Его наняли, чтобы убить королеву. Монтои устроил в карете засаду. Что с королевой? Я думал, ты беспокоишься обо мне. Конечно, беспокоюсь, поэтому я и хочу знать все подробности. Пожалуйста, Пьетро, расскажи мне. Я храбро сражался. Ты можешь гордиться мной. Я... Марта! Марта! Куда же ты? Почему ты не дома? Я знаю, что в карете был Антонио. Тебе следует быть осторожной. Ведь ты уже не та девушка, которую он знал в Испании. Ему нужна она, а не ты. У тебя взволнованный вид. Что случилось? Это ты выглядишь взволнованным, Антонио. О чем ты молился? Хочешь знать, о чем я молился? Чтобы Господь явил свою милость и помог мне вернуться домой, в Испанию. Но Господь не может исполнить мою просьбу, пока я не покончу здесь с делами. Какими делами? Я приехал сюда, чтобы убить предводительницу бандитов, королеву. За ее голову я получу 500 реалов. Ты убиваешь за деньги? Почему? Мне необходимы деньги. Я не могу вернуться в Испанию, пока не стану тем, кем был раньше. Я не понимаю. Война разорила папу. После его смерти брат забрал то немногое, что осталось. У меня нет ни дома, ни имущества. Ничего. Единственное, что у меня есть, это мой меч. И это. Этот перстень принадлежал моей бабушке. Теперь он твой. Когда я покончу с делами, мы поженимся. В тебе смысл моей жизни, Десса. Больно? Извини. По-моему, тут заражение. Монтойя уже знает? Нет. Я думала, ты сам захочешь ему рассказать. Обожаю свадьбы. Особенно чужие. Думаешь, Антонио увезет ее с собой в Испанию? Не знаю. Я мог бы его победить. Конечно, мог. Ты мне не веришь. Верю. Но этот человек превосходный фехтовальщик. Он только это и умеет. Нет, он умеет только вести светскую жизнь. Показушник, дешевка. Возможно, и так. Что это значит? Я уверена, ты не хуже, Антонио. Я лучше. Ты лучше всех. Вода остыла. Надо бы подогреть. Давай, лезь сюда. Нет. Нет, нет, нет. Иди ко мне. Нет. Нет. Он не меня пытался убить, а королеву. Он думает, что она воровка. Обычная преступница. Если бы он знал правду. Посмотри в его глаза, Тесса. В них погас огонь. Неправда. Я смотрела в его глаза. Может, это война виновата. Не знаю. Но он изменился. Он все тот же. Разве Антонио, которого ты знала, мог убить женщину? Хватит. Марта, прости. Я просто... Ты не могла бы раскинуть карты. Ты не хочешь слушать правду. Прошу тебя. Я уже сделала это. Он хочет жениться на тебе. Он хочет убить тебя. Я вижу влюбленных и вижу смерть. Чью смерть? Одного из вас, обоих. Не знаю. Я знаю, ты благородный человек. Ты бы сделал правильный выбор, если бы знал правду. В чем состоит правда? Монтои грабит народ. Богатых он делает бедными, а у бедняков забирает последнее. Я только пытаюсь ему помешать. Хотелось бы верить. Монтои умен. Он говорит тебе то, что выгодно ему. Надеюсь, на этот раз ты от меня не убежишь. Ты должен мне верить. Я не могу позволить себе этого. Если бы мне нужно было золото, я бы давно забрала его и исчезла. Но я хочу справедливости. Справедливости не существует. В этом мире для нее нет места. Никому ее не добиться. Я убью тебя быстро. Ты ничего не почувствуешь. Я найду тебя. Скорее, коня. Дайте коня. Дон Антонио, бесполезно преследовать ее ночью. Посмотрим. Оседлайте мне лошадь. Можете терять время, а я не собираюсь. Ваша проблема в том, что вы служака, Гришин. Вы привыкли подчиняться приказам и перестали доверять своему чутью. Земля совсем сухая. На ней нельзя разглядеть следы. В Марокко, в Атласских горах, я наблюдал, как дикари находили следы скорпионов на камне. Тогда здесь нужны марокканцы. Наоборот. Здесь один лишний американец. Тигр явился без своих зубов. Передай своей хозяйке мои извинения за столь ранний визит, но я понял, что если и дальше буду откладывать, то уже никогда не приду. Я подожду здесь. Моя хозяйка в это время всегда совершает конные прогулки. Жаль. Я хотел сделать свадебный подарок Марии Тереси и Антонио, но засомневался, куда его послать. Сюда или в Мадрид? Я пока ничего не знаю о их планах. Ах, водка. А то я подумал, что вряд ли свадьба двух таких знатных особ состоится в Пуэрто-де-Льсой. Об этом лучше поговорить с ней. Будет неправильно, если они решат остаться. Ты имеешь большое влияние на синьориту. Я всего лишь служанка. Будет лучше для них и безопаснее для всех, если они вернутся в Испанию. Мы ведь поняли друг друга. Конечно, полковник. Конечно. Мы ее упустили. Я так и думал. А где наш друг Антонио? Остался охотиться на скорпионов. Он ее никогда не найдет. Гришин, если ты надеешься чего-то достичь в жизни, научись переступать через мелкую зависть. Да, я ненавижу чванливого сукина сына. Что тут такого? То, что твои ненависти к юному Дону, знает каждый крестьянин. Мне-то что до этого? Ты рискуешь стать главным подозреваемым. Не понял. В убийстве Антонио... Видишь ли, я все обдумал. Он горячий, непредсказуемый этот Дон. К тому же прекрасный фехтовальщик. Он мне здесь не нужен. Но он же собирается вернуться в Испанию. Если и так, я не хочу, чтобы он уехал с моими пятью сотнями реалов. Да, это было бы обидно. Но мне нужна голова королевы. А после ее убийства он будет лишним. Только скажите, когда? Не раньше, чем он убьет ее. Я знал, что это только вопрос времени. Ты собираешься меня застрелить? Да. Если ты откажешься честно сразиться. Продолжение следует... Неплохо. Уж не сеньор Лихуан Торрес был твоим учителем. Какая тебе разница, Антонио? Ты меня знаешь. Сеньор Торрес не одобрил бы такого приема. Все приемы хороши, когда защищаешь жизнь. Но это не честно. И ты еще говоришь о чести? Ты прячешься за маской, не я. Кто ты? Тесса? Антонио. Ты обманула меня. Нет. Простите меня, дамы. Антонио. Для свадьбы понадобится... Прошу вас, не сейчас. У меня срочное дело. Ясно. Королева? Она слышала о вашем мастерстве и вот боится встречи с вами. Она не боится. Боится. Иначе бы она сейчас была здесь. Что ты знаешь о королеве? Мне больно. Говори. Она всегда на чеку. Ты знаешь, кто она? Конечно, нет. Никто не знает. Королева мечей мертва. Дайте мне мои деньги. Доказательства? Вот маска. Нет, я должен увидеть тело. Ключи от золотой комнаты Монтойи. Какой золотой комнаты? Ты за это ответишь. Возможно. Открывай. У меня нет ключей. Тогда твоя помощь мне больше не нужна. Ты что это делаешь? Забираю то, что мне принадлежит. Не заставляй меня убивать тебя. Он собирается тебя выдать. Откуда ты знаешь? Чувствую. А я нет. Конечно. Ты же ничего не чувствуешь, кроме своей любви. Антонио не поступит так со мной. Он в отчаянии. К тому же ты предала его. Я не собираюсь бегать. Ты разочаровываешь меня. Все больше и больше. Ты отдал ей ключи от моего золота? Это была не королева мечей. Это был ваш друг Антонио. Поехали. Он не покинет город один. Собирайся, ты едешь со мной. Что случилось? Твоя тайна сохранена. Ты взял это золото у Монтой? На разговоры нет времени. Возьми только то, что унесет лошадь. Я с тобой не поеду. Поедешь. Ты ее слышал? Поезжай один. Убирайся. Марта, пожалуйста, оставь нас. Я не могу уехать без тебя. Прости. Прости. Я сделал это ради тебя. Антонио, ты изменился. Я все тот же. Это мир изменился. Ты изменилась. Нет. Я нет. Ты любишь меня? Скажи. Я тебя не знаю. Тогда ты умерла для меня. Мария Дереса Альварадо. Стой. Оставь золото. Оно принадлежит народу. Тебе придется выстрелить меня в спину. Антонио, почему бы мне тебя не убить? Потому что я могу выдуть тебе королеву мечей. Застрели его. Нет. Стреляй. Стоит королеву золото, которое я забрал? Ты взял тысячу реалов. Он меня не выдаст. Вдвое больше суммы, о которой мы договаривались. Да, это правда. Но если ты хочешь получить королеву, тебе не стоит торговаться. Я готов заплатить в десять раз больше, если увижу ее голову. Отлично. Значит, сделка состоялась, Антонио. Наконец-то ты назвал цену своей чести. Я не могу продать то, что давно потерял. Нет, Антонио! Антонио! Нет, Антонио! 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 Скажи мне, кто она, черт возьми! Кто она? Я ведь не был трусом, да? Нет. Нет. Помнишь? Когда мы еще были детьми, я впервые тебя встретил. Помнишь птицу? Да. Ты нашел птенца. Да. И положил мне в руки. Да. У него были такие перышки. Маленькие. Очень красивые. Не умирай. Антонио, не умирай, пожалуйста. Они были... такие мягкие, нежные. Антонио! Нет! Нет! ерпись. Маленьких. Вчера я спас вам жизнь, а вы меня даже не поблагодарили. Странно, правда? Как думаешь, почему? Не любите показывать свои чувства. А может, причина в том, что ты убил единственного человека, который знал, кто прячется за маской королевы? У меня не было выбора. Да ну, ты мог выстрелить в любую часть тела, чтобы обезвредить его, но не убивать. А если бы я промахнулся? У меня был всего один заряд. Я боялся испытать судьбу. Хотелось бы верить, капитан. Разумеется, мне было бы приятно думать, что тобой двигала забота о моей жизни, а не ненависть к Антонио. Но я опасаюсь обратного. Зависть. А ведь я тебя предупреждал. Отсутствие дисциплины порождает хаос, а хаос ведет к Аннар. Сэр, я права. Подумай об этом на досуге. И сделай вывод. Да, сэр. Не стану утверждать, что я разделяю ваше горе. И все же примите мои соболезнования. Я бы хотела побыть одна, полковник Монтое. Конечно. Одно слово перед тем, как я уйду. Иногда умираю, люди исповедуются своим возлюбленным. Он не сказал мне, кто она. Жаль. Если бы я сейчас не находился в храме, то проклял бы ее. Антонио убила не королева мечей. Если бы не она, вы бы сейчас плыли на корабле в сторону Испании к новой жизни. Прошу вас, не надо. Простите. Мне не следовало этого говорить. Мужайтесь, Дон Альварадо. Придет день, и королева заплатит за все горести, которые по ее милости обрушились на наши головы. Уверен, вы, как и я, молитесь о ее скорой смерти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кажется, ушел. Давай золото. Пожалуйста, я... Сумки сюда. Это налоги для полковника Монтонио. Если вы их заберете, я лишусь земли. Это лучше, чем лишиться жизни. Согласен. Возьми золото. Спокойно. Вы еще пожалеете, что встретили меня? Мы с тобой не встречались. Мы тебя ограбили. Да! В ролях Тесси Сантьяго. Энтони Лемке. Эльза Потаки. Питер Уингфилд. Паулина Гальвис. Валентин Пелка. Продюсер Кен Горд. Королева Мечей. Бандит из Большой Дороги. Дон Клаудио Эстрелло Федерико. Я вас ждал. В связи с вашим постоянным уклонением от налогов, официальный представитель власти, полковник Макбай... Не надо лишних слов, капитан. К сожалению, сообщает, что на ваши земли наложен арест. Вся продукция, находящаяся в наличии, должна быть продана. Уже сделано. Передайте полковнику, что меня спас ангел милосердием. По имени Мария Тереза Альварадо. Ведь это ее лошадь. Вы очень наблюдательный, капитан. Не смей спорить. До свидания, сеньорита. Бедный полковник Монтойо. Наверняка все утро провел, планируя, как переустроить мою гасианду. Что? Когда ты смеешься, ты очень напоминаешь свою мать. Вы хорошо ее знали? Не так хорошо, как хотелось бы. Сколько нужно времени, чтобы добраться отсюда до Монтерея? Ты опять их пересчитываешь? Ты хуже отца. Ты сама хотела знать, насколько нам их хватит? Да, но... Я не пересчитываю. Я просчитываю. Тебе нужна одежда, красивый дом, карета. А тебе хватит на девушек и сигары? Нам хватит на две недели в Монтерее. Потом мы начнем голодать. Значит... Будем продолжать, пока не наберем. Достаточно. Тео? Тео? Вон человек, которого мы ограбили. Как он нас нашел? Я привел твою мать, жемчужину моего сердца сюда, чтобы познакомиться со своим лучшим другом. С моим отцом? Стоило им взглянуть друг на друга, как я понял, что она больше не принадлежит мне. Рамон! Что ты здесь делаешь в середине дня? Я просто решил. Только не говори мне, что в наши дни Гассиэндой не надо управлять. Каждому надо иногда отдыхать, Дон Федерико. О чем Рамон с ними разговаривает? Рамон нас не выдаст. Он любит меня? Надеюсь, что так. Или это будут последние его слова. Вечно ты его оправдываешь, еще с тех пор, как вы были детьми. Похоже, ты только одно умеешь делать хорошо. Это точно. Лучше искал бы мои драгоценности. Хватит об этом. Маркус, не сердись. Рубиновое жерелье принадлежало моей семье? Семье твоего мужа. Это не важно. Носила ты его я. О, Господи, сколько времени. Не дергайся. Я опаздываю. Гаспар убьет меня, если застанет здесь. Я им займусь. Капитан? Капитан стражи целый день спит? Сеньор Сальвера? Чем могу помочь? Я ждал полковника Монтойя в его кабинете целый час. Он очень занят. Мы все заняты, капитан. Подойдите, пожалуйста. Некоторые доны, включая меня, заключили соглашение с полковником Монтойей. Мы платим налоги, он нас защищает. И? И тем не менее, нас обкрадывают под дулом пистолета. Воры будут пойманы, это вопрос времени. Я не настроен ждать. Из моих налогов вам платят зарплату. Мне нужен результат. Конечно. Вам ясно? Разумеется, при вашем богатстве, власти и влиянии... ...вам есть что терять. Вы мне угрожаете, капитан? Нет. Просто дружеский совет. Отец, я уверен, что капитан... Теперь послушайте мой совет. Либо вы находите воров, либо ваши головы полетят с плеч. Я все сказал. Я знаю тесты. С раннего детства. Я не могу так с ней поступить. Ты много лет знаешь Дона Фидерико. Это не помешало тебе его ограбить. Ты продал весь скот. Интересно, на что будут жить твои сестры и мать теперь, когда твой отец мертв? У тебя нет выбора. Ты не представляешь, каково жить с моим отцом и братом. В Мадриде я, по крайней мере, могла бы сбежать в город, подальше от них. А здесь только пустыня и океан. Можно, конечно, выйти замуж. За человека, которого выберет отец. Он присмотрел мне Дона Базиля. Ты ведь его знаешь, правда? Беззубый, старый, зато с титулом и очень, очень богат. Нет. Проси меня о чем угодно, только не об этом. Иди домой, Роман. Изабель, постой. Марта, был бы я лет на десять моложе... Все равно, вы были бы для меня слишком старым. И не мешайте накрывать на стол. Ладно. Потанцуй с женщиной, которая меня ценит. Прошу к столу. На вид аппетитно. Готовит она хорошо. Всем оставаться на местах. Опять? Как вы смеете являться сюда? Не надо. Я не буду стоять и ждать пока. Помолчи, старик. Убирайтесь из моего дома. Отдайте нам золото, и мы уйдем. Марта, отдай им. Вы будете прокляты за это. Отойдите. За стол. Уходим. С меня довольны. Дон Федерико. Стойте. Нет. Нет. Теперь я с ними встречусь, Тесса. Нет. Пожалуйста, не умирайте. С твоим отцом и матерью. Мне так их не хватало. Зачем было его убивать? Что еще я мог сделать? Позволить старику убить нас? Этого не должно было случиться. Хватит плакать. Все кончено. У нас недостаточно денег, чтобы уехать. Пойми, мы убили человека, Теодоро. Куда ты? Я убил человека, чтобы ты мог уехать. Я спас тебе жизнь. Нет. Ты сделал это не ради меня. Мы все повязаны, Рамон. Больше нет. Рамон? Твой приятель либо с нами, либо против нас. Рамон! Полковник Монтоя. Дон Сальвер. Какая трагедия собрала нас вместе в этот чудесный день? Да, трагедия. Вы давно избегаете разговора со мной. Избегаю? Нет. Вы должны понять, на мне такая ответственность. Другие доны и я попросим аудиенции в суде у недавно назначенного военного советника. Прискорбно слышать. Мы обязаны это сделать в память о доне Федерико. Да, сеньор. В его память. На вашем месте я бы его убил. Я чрезвычайно ценю в вас отсутствие воображения, капитан. Однако, ситуация деликатная и требует особого подхода. Я разделаю с Доном Сильвера своими методами. Если не получится, убьете его. Тесса, я сожалею. Рамон. Это так больно. Помнишь, как он сажал на плечи нас обоих? Нас называли Треглавым монстром. Вместе мы могли победить всех врагов. Помню. Они заплатят за это. Не предпринимай ничего. Это слишком опасно. Я отомщу за него, Рамон. Тесса. Я должен... Сеньорита Альварадо. Смерть вашего крестного – такая бессмысленная трагедия. Мы тоже оплакиваем его. Оплакивайте его, убийц. Скажешь ей правду, нас всех повесят. В том числе и мою сестру. Любопытно, ваш визит – искреннее желание добиться справедливости, или оно основано на чувстве вины? Мы должны найти виновных. Вы должны обратить взгляды на себя. Вы дали Дону Федерику деньги. Он вынужден был вести себя достойно в вашем присутствии. Если бы вы не вмешались, сеньорита... Но он был моим грёстным отцом. Я... Вы занимаетесь не своим делом. Приходите. Отнимайте время, мешайте мне работать. Вам это тоже выгодно, полковник? Слышали бы вы, что говорят Доны. Ставят под сомнение ваш авторитет. Считают, что вы не умеете командовать. А это уже скандал. Я знаю, что говорят Доны. Я, конечно, всего лишь женщина. Но у меня есть план. Ты хочешь выставить себя в качестве приманки? Где мой дорожный костюм? Марта. Монтой распустит слух, будто я так напугана ограблением, что решила перевезти своё золото. Он знает о твоём золоте? Разумеется, нет. Ему я сказала, что у меня ничего нет. Бандиты нападут на нас, а Гриша и моего люди устроят засаду. Марта, это отличный план. Мы схватим убийцу Дона Федерику, а мне не придётся прятаться за маской королевы. Ты пошла на сделку с негодяями, Тесса. Впервые я и Монтой хотим одного и того же. Ты уверена? Вы с ума сошли. Это в последний раз, Рамон. Нет. Один человек уже погиб. Мы зашли слишком далеко. Я и сама это знаю. Теодоро всё равно это сделает, с тобой или без тебя. Значит, сделает без меня. Без тебя я с ним не справлюсь, Рамон. Он опять может сделать глупость. Тогда я пойду к Монтой. И что ты ему скажешь? Чтобы он повесил меня и брата? Тео ничего не видит, кроме золота. Вдруг на этот раз что-нибудь случится с Тессой? С Изабель. Нет, я понимаю, мы были неправы. Но в Монтерее мы начнём всё сначала. Забудем обо всём, что было раньше. Хорошо? Хорошо, Рамон. Да. Тебе не обязательно ехать. Я знаю. Марта, зачем тебе это? Они будут вооружены. Я обещала твоему отцу, что буду оберегать тебя. По-моему, ты знаешь, что я могу и сама о себе позаботиться. Да, дорогая. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Останавливайся. Останавливайся. Игра начинается. Полезайте Живо Живо Шевелитесь Где же солдаты? Пора Терпение, капитан Терпение Посмотрим, как будут развиваться события Сундук пуст У нее пистолет Выстрелишь, она тоже умрет Брось пистолет Брось, он не шутит Выбирай Ты поедешь с нами Оставь ее Немедленно Что ты несешь? Она будет нашей заложницей Куда б девалась воровская солидарность? Едем Солдаты В погоню Давай посмотрим, кто ты такой Рамон Ты убил дона Федерико? Прошу тебя, Тесса Попытайся понять Отвечай на вопрос Нет, не я Кто его убил? Я не могу сказать Почему? Я не могу их предать А меня предать ты смог? Это не я придумал Я понимал, что это ошибка Ошибка? Теперь это так называется Человек мертв Рамон Скажи мне, кто они Дон Федерико был твоим другом Пожалуйста, Тесса Позволь мне сохранить остатки чести Не обманывай себя, Рамон Тебе больше нечего хранить Я говорила тебе, это будет непросто Это не имеет значения Он участвовал в этом и получил по заслугам Королева мечей именно за справедливость и борется Рамон защитил тебя от другого бандита Все равно он преступник И твой друг И я должна вытащить его из тюрьмы, несмотря на то, что он сделал Иду, папа Это она Я узнала голос Конечно, я должна была догадаться Потому как Рамон на нее смотрел Нельзя обвинять дочь Дона Из-за того, что ее голос показался тебе знакомым Как она допустила, что Рамон один расплачивается за их преступление? Она недостойна Тесса, на тебя смотрят люди Вспомни, кто ты Беззащитная женщина, горюющая о крестном Хорошо, что королева может за тебя отомстить Сам объясняй работникам, почему им не платят Ты не проверил корма для скота, и поэтому... Папа Нам еще долго всем вместе придется исправлять твои ошибки Как я могу сделать тебя своим наследником, если ты такой безответственный? Мы уедем сегодня, или, клянусь, я его убью? Без Рамона я не поеду Только не надо говорить, что ты действительно его любишь А что, если это так? Значит, ты дура Он нас выдаст Сегодня же отправишься к развальным и привезешь все, что у нас есть, когда взойдет Луна Мы уедем Нет Когда окажемся в Монтерее, можешь даже не попадаться мне на глаза Но пока мы здесь, будешь делать то, что я скажу, или... Или что? Ты меня убьешь? Но вы поймали только одного А он молчит А двое других с повинной так и не пришли, верно? Нет, не пришли Значит, нет гарантий, что разбой не будет продолжаться Он прекратится Полковник, вы несостоятельны Утром мы отправляем свою петицию Уверяю вас Вам найдут достойную замену Могу вас заверить, сеньор Сальвера Я знаю свое дело Парень заговорит Поздравляю, Рамон Зубы у тебя пока целы Знай, полковник позволил мне в следующий раз применить силу А пока отдохни немного А то все будет слишком просто Прекратите, капитан Это сын Дона Агилера Вы не смеете обращаться с ним, как с крестьянином Сеньор Идальго, я собирался Уходить Я сама подам петицию в суд, если этого не сделаете вы Боже мой Что он сделал с вашим лицом? Оставьте нас Да, сеньор, сию минуту Вы не должны сидеть в тюрьме Агилера гордое имя Уже нет Если бы вы заговорили, то очистили бы его Я не могу Из-за женщины Вы любите ее Женщина, которая оставила вас умирать, не стоит того Она для меня все Шпионы полковника Монтои повсюду Он найдет ее И тогда она умрет Только вы сможете ее защитить Как? Ее пощадят, если вы вернете все награбленное Скажите мне, где спрятано золото и драгоценности Монтои ценности Вперед Отправляемся на поиски золота Монтои ценности Лиса Подходящая маска для женщины, которая заботится только о своей шкуре Подождите, вы не поняли? Вам нужно спрятаться Вот здесь Складывайте Дай сюда Я буду отрезать по пальцу за каждое пропавшее украшение Мы хорошо понимаем друг друга? Да, капитан Продолжайте Выходи Выходи, повеселимся Нет Хотите оставить все драгоценности себе, капитан? Если ты у меня их не отобьешь Рубиновое ожерелье подчеркивает красный цвет ваших глаз Спасибо Убейте ее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы уезжаете? Как вы можете любить Рамона и оставить его умирать за преступление, которого он не совершал? Что вам нужно? Я знаю, что Рамон не убивал Дона Федерико Это ваш брат? Пожалуйста Не надо Вы хотите всю жизнь жалеть о том, что он погиб ради вас? Даже если это мой брат Что я могу сделать? Сказать правду, Изабель Это единственный выход Я хочу видеть полковника Монтойя Полковник Монтойя занят Ему будет интересно, что я скажу Проблема в том, что если верить девушке, мы должны повесить ее брата А что дальше? Повесить Рамона как соучастника Когда вы учились в военной академии, вы никогда не слышали термин «тактика»? Вас интересует только политика Вы проявите снисходительность, заработаете расположение к себе, станете народным героем Нет, нет, нет Благородство не в моем стиле Хорошо, но теперь мы не можем повесить Рамона А кто-то же должен заплатить? Да, это несомненно Тогда сделаем так Повесим брата, повесим Рамона Повесим сестру, как говорится, Бог троицу любит Казнить двоих детей богатого и влиятельного Дона, конечно, можно, Гришин Но в первую очередь мы должны думать, что это до сна У нас нет выхода, кого-то же надо повесить Ведь убили Дона Через час мы расскажем правду Дону Сильвера Пусть он сам решает Ладно Я готов заключить сделку, полковник Пятьсот риалов и одна восьмая моей земли Он предлагает всего одну восьмую Гришин Извините, сеньор Но капитан считает, что это неприемлемо Неподходящее место для ведения переговоров Да, зато самое подходящее для исповеди Какова ваша цена? Умоляю, сеньор, не просите меня назначать цену за жизнь ваших детей Я предоставляю это вам Папа, прошу, выслушай меня Замолчи Хорошо Пять тысяч риалов и четверть моей земли А петиция о моем смещении? Отклоняется Но вы должны гарантировать молчание Боже, сеньор Разве мы не люди чести? Папа, мы оба виноваты, не меньше Рамона Значит, оба придете и увидите его казнь Папа, мы оба виноваты А подсвечник, капитан? Наверное, его не заметили Найдите подсвечник Да, капитан Сеньора Альварадо будет присутствовать на казни О чьей казни идет речь, капитан? Рамон Агилера признался в убийстве Он приговорен к расстрелу Рамон? Вы уверены? А другие двое? Мы схватили убийцу вашего крестного Это самое главное Стража в ружье Рамон! Спокойно Спокойно Нет Замолчи, Изабель Нет, он не должен умереть Следите за своей дочерью, сэр Он ничего не сделал Изабель, успокойся Пожалуйста Тише Это я и мой брат Пожалуйста Поверьте, умоляю Целься! Рамон Командуйте сами, капитан Королева Королева Беги Беги Уходи отсюда Изабель КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Готов убить родную сестру? Она хочет уехать с ним. Значит, мой сын и правда убийца. Больше я не буду тебя защищать. Я буду. Уезжайте. И больше не возвращайтесь. Думаешь, они уже добрались до Монтерея? Ты была бы этому рада. Я потеряла еще двое близких. Дона Федерико и Рамона. Правосудие их не вернет. От этого мне не легче. Они выбрали свой путь задолго до того, как узнали тебя, Тесса. Ты поступила правильно. Ты думаешь? Поедем домой. Начнем сначала. Субтитры сделал DimaTorzok. Все здесь. Монтойя будет очень доволен. Красиво. Два дня езды, и мы дома. Пока нет. Мы пока ему нужны. Маска смерти. Жрец мертв. Она ему не понадобится. Убери его от меня. Убери его. Мертв. Он мертв. Он мертв. Мертв. В ролях. Тесси Сантьяго. Энтони Лемке. Эльза Потаки. Питер Уингфилд. Паулина Галвис. Валентин Телка. Продюсер Кен Горд. Королева Мечей. За честь Отца. Валентин Телка. Валентин Телка. Автор сценария – Данкфорд Кинг. Режиссер – Брайан Грант. Не многовато ли съели лука на завтрак, сеньор? Вы принесли золото. Режиссер – Брайан Грант. Режиссер – Брайан Грант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что это? Карандаш и бумага? Напиши. Что за шуточки? Мне нужны доказательства для испанского суда. Я дезертирую. Я рисковал жизнью. Десять золотых реалов. Пиши. Кто убил моего отца? Стой! Стой! Он в конюшне. Поищите, кто там. Обыщите вокруг. Не там. Здесь. Я поймал его. Уберите его отсюда. Это очень опасное место для одинокой девушки. Да? Я умею ездить верхом. В детстве мой отец держал лошадей. Это было давно осень, Рита. Вам лучше думать о будущем, чем о прошлом. Рауль. 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 Черт. Постой! Синьорита. Извините, но я спешу. Вы мне не говорили, что ведете двойную жизнь. Но не волнуйтесь, я не выдам вашу тайну. Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы же стали борцом с преступлениями. Наверное, доктору что-то показалось. Может, на солнце перегрелись? Разве не вы помогли капитану Гришему поймать человека? Ах, да. Он же вор. Нет, это индийский шаман. Он шел по следам солдат Монтои целую сотню миль. Он напал и чуть не убил двух солдат. Которые ограбили усыпальницу его отца. Я думаю, что он просто хотел вернуть украденные вещи. Но я... Вор он или не вор, еще никто не доказал. Никого не волнуйся, что его жизнь на волосок от смерти. Все все поймут, когда Монтоя повесит его. Пошел к черту. Нет, Рауль. К черту идут дезертиры. Я не дезертир. Ты прав. Ты просто болван. Именно потому, что хотел украсть деньги и скрыться. Я уже говорил, я не воровал. Тогда где же ты взял 10 реалов? Тебе повезло, что Монтоя хочет тебя использовать в качестве примера. Если бы не это, я бы залил свои ботинки твоей кровью. Уберите его отсюда. Дезертир позорит мою форму. Нет, постой. Завтра у палача будет двойная работа. Полковник, мне было приятно получить ваше приглашение. О, сеньора, после стольких часов за столом, так приятно оказаться на воздухе. И к тому же в компании с красивой женщиной. Спасибо. Я хочу вам кое-что показать. Очень красиво. Это ваше. Мое? Не думаю. Что я сделала, чтобы заслужить такой подарок? Ничего. Пока ничего. Благодарю. Нет, нет. В этом нет ничего плохого. Я просто хотел бы получить от тебя кое-какую информацию. А почему вы думаете, что у меня есть такая информация? Пока? Не думаю. Ну, уверен, все в наших руках, моя дорогая. Ведь у вас такие замечательные возможности, Вера. Рауль в тюрьме. Мне надо приготовиться. Но если ты отправишься к нему как королева, которая хочет спросить, кто убил ее отца, Рауль не идет. Мне все равно. Тесса. Нет, Марта. Мне надо знать, был ли он совсем один. Кто? Папа. Когда умирал, мучился ли он? Звал ли меня? Не надо так изводить себя. Что я могу поделать? Каждый день снова проходит, и я не знаю, как или кто. Это мучение. Мир духов сегодня очень близок. Мир духов сегодня очень близок. Тихо! Ты с ума меня свинешь! Кто-то умрет из-за своих грехов. Кто умрет? Рауль? Слышишь? Это ветер. Голос. Матайдам. Матайдам. Раненая душа. Молит о помощи. Папа. Это папа? Еще раз. Мать святая, мать и дух. Что это значит? Это значит, что в тебя вселилось божественное вдохновение. Кто ты? Сестра Мария. Я пришла, чтобы помолиться вместе с осужденными. Извини, нельзя. Ты не хочешь, чтобы их души были спасены? Никто не должен видеть заключенных. Приказ есть приказ. Тогда будь готов к тому, что твоя душа будет жариться вместе с ними в аду. Благослови тебе Бог. Сестра. Постой. Слишком поздно, сестра. Оставь молитвы для себя. Ты, наверное, удивишься силе слова, сын мой. Два духа? Он думает, что ты привидение. Одно тело. Два лица. Бедняга бредит. Надо молиться. О, Боже. Я подберу. Кастеналис, ты позорище. Капрал? Охрана! Заключенные сбежали! За ними! Немедленно! Капал! Капитан! Кто прожил его? Капитан! Готово! Капитан! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Извините меня. Но мое сердце, доктор... Я советую вам немного отдохнуть вместе с вашим супругом. До свидания, сеньора. Черт. Сначала избили, теперь ранили. Это и ваша вина. Если бы он остался в тюрьме, его бы повесили. Дайте салфетку. И вы решили, что будет лучше, если его подстрелят? Он жив. Моя помощь не нужна? Не беспокойтесь, сеньора. Я зайду к вам завтра. Рана заражена. Почему так долго не обращались к врачу? Гриша, мы его солдаты. Мы убегали всю ночь. Я слышу женский голос. Сеньора, там для вас нет ничего интересного. Противный. Вы хотите что-то от меня скрыть? Да, если вы так любопытны. Солдата с сильной кишечной дисфункцией. Понятно. Я мог бы вас пригласить. Вообще-то это неприятное зрелище, но если вы настаиваете... Только осторожнее, чтобы вам не попало что-нибудь на туфли. Всего хорошего, доктор. Всего хорошего, сеньора. Как он? Пока дышит. Он в хороших руках. Никогда не видела такого наглого, самодовольного... И такого сложного. Он тебе нужен? Можешь взять его себе. И знаешь, кого он во всём обвиняет? Меня? Марта? Что это было? У нас проблемы. Перестань, Маркус. Ложись. Хватит. Подевайся. Увидимся на следующей неделе. Капитан. Я могу всё объяснить. Ты преследуешь меня, как дурной запах. Вы поймали его на главной дороге, капитан. Клянусь, я не убегал. В следующий раз, когда сбежишь из дюрьмы, лучше беги. Но у меня есть ценная информация. Убейте его. Нет, стойте! Стойте! Голову насадите на шест, как предупреждение для остальных. Если ты меня убьёшь, ты никогда не узнаешь, кто такая королева мечей. Вот так-то лучше. А где луна? На небе, там же, где обычно. Нет, как долго я спал. Что это ты делаешь? Маска. У тебя откроется рано. Ничто не имеет значения без маски. Маска у Монтои, вместе с остальной добычей. Вот-вот родится новая луна. Если я не верну маску в могилу моего отца... Так вот ты о чём. Его дух. Он горько вздыхает. Скоро он умрёт. Навсегда. Для меня слово «дух» ничего не значит. Люди созданы из плоти и крови. Когда они умирают, всё кончается. Ты знаешь, что это не так. Ты знаешь и всё-таки говоришь. Зачем? Пятьдесят кусков золота. Королева обошлась тебе гораздо больше. Твой первый инстинкт был правильным, Гришин. Убейте его. Постой, полковник. Через неделю, через год. Сколько ты заплатишь, чтобы избавиться от неё? Ты торгуешься со мной? Ты хоть понимаешь, кто я такой? Один из заговорщиков, убивших Дона Альварадо. Так написано в моём письменном признании. Он лжёт. Он не умеет писать. И в моём подписанном признании я прошу простить меня за то, что оказывал содействие в убийстве Дона Альварадо. За его хладнокровное убийство. Успокойся, Гришин. Я предполагаю, что в этом признании указаны все люди, причастные к этому. Где оно? У моего друга. Если со мной что-нибудь случится, он отправит его в королевский суд. Шах и мат. С таким талантом ты давно мог бы стать сержантом. Вы что, серьёзно? Неужели вы верите этому? Конечно, нет. Перед лицом смерти человек способен говорить что угодно. Вот почему пытки так ненадёжны. Тогда позвольте мне его убить. Но любой шанс найти королеву, независимо от того, что это, такой шанс стоит того. Не волнуйся, капитан. У тебя ещё будет время его убить. Отпустите его. Прощай. Что вы делаете? Здесь живёт сеньорита Альварес. Точно. Ты хочешь сказать, что этот избалованный богатый ребёнок сделал из моих солдат идиотов? Мне так не кажется. Есть только один способ это выяснить. Освободите женщин. Да, капитан, это было ужасно. Королева мечей застала нас врасплох. Она взбешена, потому что я помогла схватить вам шамана. Нет, это она. Я видел её. Она королева. Что? Ты видел, что королева мечей вошла ко мне в дом и убежала, как трус? Увидите его, я сам с ним покончу. Сука. Ты знаешь правду. Хочешь, чтобы я кричал об этом во всеуслышание? Какое ты имеешь право приходить ко мне в дом и обвинять меня? Ты назвал мою хозяйку обманщицей? Я отрежу тебе язык. Нет, пожалуйста. Хватай меня. Бросьте оружие, иначе она умрёт. Даже не надейся. Пожалуйста, капитан. Её жизнь в его руках. Бросьте оружие. Я вас предупреждаю. Не становитесь причиной смерти моей хозяйки. Одно движение, и она умрёт. Где золото? Скажи мне, кто убил моего отца. Если я умру, тайно умрёт со мной. Помни об этом. Пожалуйста, скажи мне. Я приду за золотом позже. Синьорита! Капитан! За ним! За ним! Капитан! Как ты могла пойти на это? Он мог тебя зарезать. Раулю нужны деньги. Вот почему он не убил меня, и вот почему он вернётся. Ты гораздо больше веришь Раулю, чем я. Зачем ты моешь лошадь? Потому что если я не буду ничего делать, я просто сойду с ума от ожиданий. Чепуха. Пусть этим займётся конюх. Я дала ему выходной, ему и другим рабочим. Разве это разумно? Я не хочу, чтобы кто-нибудь вмешивался, когда Рауль вернётся. Марта, я почти узнала правду. Может быть. Только правда чего-то стоит. Ты хочешь мне что-то сказать? Да. Вода остывает. Залезай в ванну. Сразу после того, как закончу с ним. Эй! Рауль, что ты делаешь? Это на всякий случай. Не думай, что я не доверяю прекрасной синерите. Или может назвать тебя её величеством, королевой мечей. Боишься, синерита? И правильно. Мне нужно золото. И немедленно. Не волнуйся. Я предложу свою цену. 50 золотых реалов. У прекрасной синериты гораздо больше. Мы договорились. Наверное, тебе безразлично, если твоя цыганка умрёт. Я спасла тебе жизнь. О, вот это характер. Вы только взгляните на её щёки. Да. Ярость тебе к лицу. Какого дьявола ты себя так ведёшь? Может, я смогу тебя разозлить ещё больше? Убирайся! 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 Поехали! Значит, ты хочешь знать, как умер твой отец? Да. Как заколотая свинья. Что? Умолял о пощаде. Плакал, как ребенок. Ты лжешь! Дон Рафаэль Альборадо умер, как подонок. Нет! Тесса! О, Боже мой! О, Боже мой! Боже мой! Рауль! 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 Кто убил моего отца? Кто убил моего отца? Тесса, он умер. Что ты делаешь? Если мой отец не смог добиться справедливости, пускай этого добьется другой. Это да не погибли мне! КОНЕЦ КОНЕЦ Ты настырная маленькая насекомая. Ты мне поможешь? Мне кажется, существует два варианта. Или я тебе помогу, или буду свидетелем твоего самоубийства. КОНЕЦ Оставайся здесь. КОНЕЦ Счастливых снов. КОНЕЦ 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 Можно поинтересоваться? Ты заглянул сюда, чтобы взять книжку? А с каких пор это считается преступлением? Мне надо было убедиться, что это ты. Да, это я, но мне не нужна твоя помощь. Я пришла сюда не ради тебя, а ради Чури. Интересно, и зачем тебе это нужно? А почему уважаемый доктор вдруг превратился в следователя? Удивительно, что ты еще жив. Извини, что разочаровал тебя. Ты хоть знаешь, что делаешь? Объясни мне. Ты полон сюрпризов, доктор. Дай мне этот кинжал. Где ты этому научился? Открой мне свой секрет, и я открою свой. В следующий раз. Надо убираться отсюда. Отдохни. Он мертв. Зато ты жив. Сюда идет охрана. Мне надо тебя поблагодарить за это. Уходи, найди Чури. Уходи. Кто здесь? Так быстро уходишь? Пока нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смерть в лунном свете. Как романтично. Наверное, ты так говоришь всем девушкам. Прощай, королева. Прощай, полковник. Ты дьявол! Ты силен, во что тебя спасло. Дело не в моей силе, а в твоей и ее. Ну, надень рубашку. Люди Монтои ищут тебя повсюду. Но только не в городе. Тот солдат, которого ты убила... Он собирался выстрелить в тебя. Никто не позволял тебя убивать ради меня. Я думала, что спасаю тебе жизнь. Лиши в жизни другого. Что ты о себе думаешь? Только Бог имеет право дарить и отнимать жизнь. Бог и врачи. Субтитры создавал DimaTorzok Покойся с миром, Отец. Духи наших отцов сегодня радуются. Они поют песню. Остерегайся правды. Это скорпион танцует у твоих ног. Они говорят, будь осторожна, ангел. Остерегайся правды. Хочешь поджарить и съесть свою добычу? Какая жара. Все живое попряталось. Осторожней, вознится. Раз вышли на охоту, будем охотиться. Прояви терпение. Главное найти и вспугнуть зверя. А там я не промахнусь. Кто-то более удачлив в охоте. Почтовый дилежанц из Монтерея. Бросай поводья. Открывай ящик и давай сюда золото. Но, синьора. Живо, или я вышибу тебе мозги. Королева мечей? Сиди тихо. Да, конечно. Ваше милосердие к бедным достойно восхищения. Оно сильно преувеличено. Давай золото. У меня нет ключа. Королева мечей! За ней в погоню! Пошла! Пошла! Не бойтесь, полковник Монтерея. Мы целы. А золото у нее? Она упала! Хватайте ее! Да, капитан! Не выйдет! Сдавайся! Я убью тебя! Не думаю. Бросай меч. Думаю, он тебе больше не понадобится. А теперь снимем маску. В ролях Тесси Сантьяго, Энтони Лемке, Эльза Потаки, Питер Уинкфилд, Паулина Галвес, Валентин Пелка. Продюсер Кен Горд. Королева мечей. Самозванка. Она ваша, полковник. По-моему, мы не встречались. Я королева мечей. Ваше лицо мне незнакомо. Естественно, я ношу маску. Я знаю всех дам в этих местах. А капитан тем более. Я много странствую. Эти кружева грубого плетения. Кружева вам не нравятся. Может, я понравлюсь. К несчастью, полковник Монтойя требует повесить королеву мечей. Не говорите ему, что нашли меня. Боюсь, это невозможно. Мы можем повесить ее прямо здесь. Или даже лучше пристрелить. Я этого не заслуживаю. А чего заслуживаете? Денег, чтобы добраться до Сан-Диего. В дилижансе. Не тратьте порог, Гришин. Пока. Наряды, шляпки. Вижу, ты опять не могла удержаться. После того, что я пережила... Прости, дорогая. Даже если бы ты купила луну, я был бы счастлив. Твоя жена будет самой красивой на приеме в честь наместника. Тесса, мне повезло, что я осталась в жилах. Что случилось? Моя милая, вы не слышали? Нет. Королева мечей. Она ограбила почтовую карету. Хорошо, что капитан Гришин и полковник Монтойя оказались рядом и спасли нас. Это случилось сегодня? Да, два часа назад. О, Тесса! Как ужасно. Скажи мне, где произошло нападение? В Лунном каньоне. Это такой ужас. Я могла погибнуть. Кровь. Следы солдат. Их было трое или четверо. А эти отпечатки? Слишком маленькие. Да уж. Марта. Марта. Значит, королева мечей была здесь? Кровь, солдаты, отпечатки. Может, Гришин и Монтойя схватили ее? Если они схватили королеву, то почему не отправили ее на виселицу? Не знаю. Но кем бы она ни была, ей недолго осталось жить. Идем. Полковник. Она под охраной наверху. Охранник не проболтается? Он слишком глуп, чтобы понять, в чем дело. На вашем месте я не был бы так уверен, Гришин. Глупцы способны на неожиданные поступки. Буду иметь в виду. А золото? В надежном месте. Хорошо. Наместнику по должности положено быть въедливым и недоверчивым. А вам бы не хотелось иметь на руках золото, когда он приедет с проверкой? Только глупец решится пожаловаться на меня, наместнику. Полковник, вы о чем? Что плохо для вас, плохо для меня. И наоборот, поверьте мне. Полковник, капитан. Падро, наверное, вы знаете, мы собираем подаяние на строительство школы. Церковь так умело отнимает гроши у бедных. Кажется, вы еще не внесли ваше подаяние, полковник. К несчастью, мое жалование было украдено. И теперь я сам нуждаюсь в милостыне. До свидания. Падро. Капитан в ярости. Золото украдено, и нечем платить солдатам. И всем остальным. Ты уверена, что это была она, королева мечей? Вряд ли найдется другая такая женщина. Верно? Ты ведь разговаривала с ней. Что она сказала? Леди не может повторить такое. Но ведь там были полковник и капитан. Как ей удалось сбежать от них? Не иначе она призрак. Полковник. Синьорита. Синьора. Мы как раз говорили о чудесном бегстве королевы. Вряд ли его можно назвать чудесным. Всего доброго. Извини. Если она могла убежать от вас, никто не может чувствовать себя в безопасности. Вы правы. До тех пор, пока она на свободе. Она просто злодейка. Не бойтесь, Мария Тереза. Скоро вашим страхам придет конец. Вот как? Почему? Мы ожидаем приезда наместника. И я попрошу его удвоить число солдат в моем гарнизоне. Разумно. Скоро королева мечей станет лишь воспоминанием. До свидания. До свидания. Слышала? Слышала? Почти все. Думаешь, золото у него? Он хитроумен. Оставит золото себе, а все будут винить королеву. Если наместник согласится прислать сюда еще солдат и оружие, храни нас, Господь. А знаешь, в полумраке ты кажешься привлекательным. Да. И больше того, меня неудержимо влечет к тебе. Так хочется потрепать тебя по волосам. Да прав, полковник Монтоя. Идиот. Оставь нас. Слушаюсь. Смелая попытка. Так вы Монтоя. А вы воровка. Я могла выбирать между женой, монашкой или шлюхой, но все это меня не привлекает. Я бы сказал, что вы актриса. Я не смогла обмануть вас. Как вы догадались? Настоящая королева мечей неуловима. Она сразу распознает врага. И у нее другие пристрастия в одежде. Ну что ж. Расскажите мне о ее пристрастиях. На вас давит чувство ответственности и долга. Неудивительно, что вы так напряжены. Вы проницательны. Я помогу решить эту проблему. Вот как. Думаю, мы сможем договориться. Скажите, полковник, что вы задумали? Когда вы в последний раз были в церкви? КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что вы здесь делаете? Падре, а что говорит Бог? Он говорит, что любит вас. Забавно. Мне все это говорят. Он любит всех своих детей. Несмотря на то, что мы иногда сбиваемся с пути. Я слышала, вы собираете пожертвования на школу? Да. Но я не возьму денег у того, кто крадет их, у моих прихожан. Я не собираюсь ничего жертвовать. Скорее, я хочу... ...позаимствовать. За это вознесешь десять молитв Богородицы. Можешь передать ей мои извинения, когда увидишь ее. Кто ты? Королева мечей. Вот как? Докажи. Вижу, ты не часто бываешь в церкви. Только на похоронах. Неплохо. Я не знаю. Капитан, их двое. А вас четверо. Хватайте их. Которую? Ее. Пустите меня. Я не та, кто вам нужен. Спросите полковника. Ты слишком много болтаешь. Увидите ее. Пресвятая Богородица. Падре. Она дьявол. Что случилось? Пожертвования на школу. Королева мечей обокрала бедных? А что вы ждали от нее? Ты слышала, что натворила королева мечей? Я занята, Пиро. Оставь яйца на кухне. Она забрала все золото из почтовой кареты. Но ей этого мало. Ей надо было украсть пожертвований из церкви. Знаешь, почему она это сделала? Потому что она мерзкая, жадная воровка. А кто принес твоей дочери лекарства, когда она была больна? Тогда ты тоже считала ее мерзкой воровкой? Иди. Впредь я буду покупать яйца у кого-нибудь другого. Она разгневана. И у нее есть на это право. Столько разговоров. Я устала от пересудов. Королева мечей ничего не крала. Настоящая нет. Но она похожа на меня, как две капли воды. Кто может нас различить? Ты рискуешь жизнью, помогая этим людям. Они готовы отвернуться от тебя. Это не их вина. А вина Монтои. Если я не найду золото и не верну его, он выиграл. Если золота в сейфе нет, оно может быть где угодно. Нет. Думаю, Монтои выбрал надежное место. Тесса. Он отдал его тому, кому может доверять. Или кем может повелевать. Весь город настроен против тебя. Сейчас не время для королевы мечей. Конечно нет. Но самое время для Тессы Альварадо. Наместник вот-вот будет здесь. Помни, не стоит распускать язык. Забыли, что я сделал для вас вчера. Что же? Схватил королеву. Если бы ты не вмешался, она бы убила настоящую королеву. И была бы на полпути в Сан-Диего с деньгами из церкви. Да хоть бы на полпути к Луне. Ваши деньги у меня? Вот и оставь их. Вам они не нужны? О чем ты? Кем надо быть, чтобы красть у Бога? Бархат и золото? Откуда у него средства на такую роскошь? Моё почтение, сеньор Чавес. Надеюсь, путешествие было приятно? Да, полковник. Я получил ваше сообщение. Но не похоже, что вас тут захлестнула волна преступности. Уверяю вас, опасность велика. Да. И исходит от женщины с мечом. Полагаю, мне придется вызволять вас из беды. Если я могу что-то сделать для вас, пусть отнесут мой багаж. Мне нужна комната с ванной. Разумеется. Капитан Гришин обо всем позаботится. Гришин, отнесите багаж. Рад служить. Прежде чем вы пройдете к себе, прошу вас, поговорите с местным священником. Я устал. Надеюсь, вы не откажетесь, слуге Господу. Прошу сюда. Есть кто? Капитан. Капитан Гришин. Она забрала все пожертвования. Кем надо быть, чтобы ограбить церковь? И украсть золото, предназначенное на выплату жалования. Эта женщина угроза цивилизованному обществу. Господь хранил нашего падра, и он чудом остался жив. Не ожидал от нее такого. Почему? Почему вы это сказали? Падра – святой человек и добр ко всем. Она всегда помогала. Она готова украсть кусок хлеба у ребенка? Я хотел... Вы хотели сказать, что не смеете задерживать наместника после столь долгого пути. Ваше превосходительство. Ваше превосходительство. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ей удается так долго скрываться от вас? Она просто дьявол. Вы обладаете большим влиянием, и могли бы убедить власти прислать нам еще людей и оружие. То есть дать вам денег? Если хотите. Вполне очевидно, полковник вам не справится. Что ж, я употреблю свое влияние. Спасибо. Но, возможно, проблема не в численности солдат, а в неумялом командире. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Гришем? Гришема здесь нет. Заняты, капитан? Угадали. У меня назначено свидание. Именно так. Но только не сбалтливы с синьорой Данго. Свидание с королевой мечей. Вы о Карлотте? Для наместника она и есть королева мечей. Мне нужно показать ему, что я умелый командир. Я пошлю ее ограбить дом Рея. А ты? Ты убьешь королеву мечей. Мне казалось, она вам нравится. Всегда приходится чем-то жертвовать. Возьми с собой шесть человек. Будь осторожен. Иди. Слушаюсь. Чего ты добиваешься? Чтобы меня убили? Ты говорил, в церкви будет все просто. И что вышло? На этот раз никто не помешает. Синьор Рей уехал до вторника. Тост. Моя бесценная орхидея. За твое будущее. Орхидеи? Цветы для похорон. Можешь оставить себе платье и драгоценности. Ты рождена, чтобы носить их. Я рождена, чтобы быть армейской шлюхой. Ты возродишься вновь. Ты возродишься вновь. Не стоит разбивать окно. Они оставили дверь открытой. Что ты здесь делаешь? Я пришла спасти тебе жизнь. Не думаю. Напрасно ты мне не веришь. Слышишь? Гришем и его друзья спешат всадить в тебя пулю. Ты лжешь. Что ты наделала? Стреляйте! Стреляйте! Этот змей Монтоя. Скорее в конюшню. Быстро! За ними! Поджигайте! Стреляйте! Стреляйте, черт возьми! Надеюсь, Мадера пришлась вам по вкусу. Мне кажется, что вы знаете толк в хороших вещах. Сожалею о том, что случилось. Вас опять постигла неудача. Я надеялся доложить вам об успехе. Да. Когда одна женщина с мечом легко справляется с целым гарнизоном, это не лучшим образом характеризует командира. Я боялся, что вы сделаете такой вывод. А теперь извините. Мне надо писать отчет. Конечно. У вас сразу видно человека, который придает значение деталям. Покрой вашего костюма, качество ткани, золотые пуговицы. Интересно, и где же взять государственному служащему средства на такую роскошь? Золото из Дилиженса? Золото? Я не вижу золота. Печально, но нам так и не удалось вернуть похищенного. Я буду с прискорбием вспоминать об этой неудаче до тех пор, пока остаюсь командиром этого маленького гарнизона. Возможно, я поставлю вопрос о вашем повышении. Удивлён? Ты не сделаешь этого. Она не сделает, а я легко. Карлотта, успокойся. Я уверен, мы сумеем договориться. Ты заплатишь своей головой. Я не посылал Гришему убить тебя. Но тебе выгодно, чтобы я была мертва. Я мог бы убить тебя, когда мы встретились. Прошу тебя, Карлотта. Прошу тебя. Положи мяч. Давай поговорим. Это ищешь. Отдай моё золото. Я всё объясню. Давай сейчас же, или умрёшь прямо здесь. Оно у наместника. Золото у него. Хватит лгать. Ты пойдёшь со мной. Ни звука. Одевайся. Нам надо поговорить. Он пуст. Видишь, я говорил тебе правду. Почему ты отдал наместнику моё золото? Чтобы купить его молчание. Надо было послать Гришему убить его. Вместо меня. Карлотта! Карлотта! Чепуха. Почему я должен бояться полковника Монтойю? Он хотел убить меня. Ему это не удалось. Он плохой командир. Только и всё. Монтойя не позволит вам вернуться в Монтерей и сместить его с поста. Довольно. Мы не можем потакать вооружённым бандитом. Вы потакаете таким, как Монтойя. А он всегда лжёт. Возможно, я приму ваши слова к сведению. Сделаю для себя пометки. Мне нужно взять чернила. Оставьте пистолет в ящике. Ладно. Что там ещё? Золото из почтового дилижанса. У вас? Стража! Здесь королева! Я ещё вернусь. Куда она делась? Десять золотых реалов тому, кто убьёт королеву. Это всё, чего я стою? Опять? Вы? Ваши люди сейчас слишком заняты. Моё золото. Его нет. Стража отнесла его Монтойе. В вас заговорила совесть? Я не верю. Довольно. Я позову охрану. Даю последний шанс. Верните моё золото. Хорошо. Оно здесь. Всё по-честному. Она убила наместника. Капитан! Гришин! Гришин! Полковник! Гришин! Полковник! Полковник! Выпусти меня отсюда. У меня нет ключа. Так взломай замок. Она взяла золото? В комнате его нет. Проклятие. Наверняка она отправилась в Сан-Диего. Я пошлю погоню. Не думаю, что она отправилась в Сан-Диего. Она прирождённая Лгуни. Мы можем разделиться. Тогда? Думай. Она одна. У неё нет припасов. Завтра утром она окажется у подножия Гор. И остановится в Аквапакита, чтобы напоить лошадь. Наконец-то ты стал соображать. Приготовь мне лошадь. Слушаюсь. И Гришин! Знаю. Я отвечаю головой. Я отвечаю головой. Я отвечаю головой. У нас проблема. К чему там проблемы? Знаю, я сильно навредила тебе, но с этим покончено. Я покидаю эти края. Не так быстро. Хорошо. Давай поделим золото. Дело не в золоте. Только в золоте. Брось меч на землю. Я тобой восхищаюсь. Но как долго ты продержишься? Ты одна против целого мира. Кто-то должен бороться. Такие люди, как наместник Лимантоя, грабят без удержу. А я хочу ухватить маленький кусочек пирога. Ты принесла много зла. Я не могу отпустить тебя. Знай. Если ты попробуешь остановить меня, одна из нас умрет. Ты почти равная мне по силе. Нести себе. Я не могу. Я взяла хитростью, но ты никому не скажешь. Не делай этого. Прости. А как же золото? Оно принадлежит людям. Что я говорила? Все из-за золота. Не сдавайся. Попал. Попал. За ней! В огоню! За ней! Мне жаль Карлотта. Где мое золото? Я отдала его королеве мечей. Луис. Да. Встретимся в аду. Смотрите. Она вернула пожертвования. Это чудесно, падре. Полковник, смотрите. По жертвованию. Да, я слышал. Рад за вас, падре. И это... Смотрите, все золото из почтового дилижанса. Господь щадр в дарах своих. Возможно, я последую его примеру. Храни вас, Господь. Она чудо. Чудо Господне. Не думаю, что королева мечей чудо, падре. Идемте. Идемте, дети мои. Мы построим школу. Куда ты? Поставить свечку. За нее? За всех нас. Идемте. Спокойно, спокойно. Вперед. Вот. Возьмите все. Здесь мало. Умоляю, не убивайте меня. Не убивать? Зачем мне тебя убивать? Твой отец выложит за тебя в десять раз больше. Кому нужно убивать курицу, которая несет золотые яйца? Сначала тебе придется убить меня. Не горячись, подруга. Этих денег хватит нам обоим. Не надо жадничать. Мама учила меня не связываться с женщинами вроде тебя. Надо было ее послушаться. Уезжайте. Вам здесь не место. Спасибо, королева. К чему ссориться с Эль Серпиэнто? Мы на одной стороне. Сеньор Серпиэнто. Мы даже не на одной планете. Тем хуже. Для тебя. Он уезжает. Вы на верхнюю минуту. Вы не хотите сказать «осторожно сзади»? Конечно, осторожно сзади. Убейте её! Откуда здесь взялась королева мечей? Прямо из ада. И когда я её найду, я отправлю её обратно. В ролях Тесси Сантьяго, Энтони Лемке, Эльза Потаки, Питер Уингфилд, Паулина Гальвес, Валентин Пелка. Продюсер Кен Горд. Королева мечей. Змей. Он ранен. Проверьте, следили за нами или нет. Плохо дело, Хэфи. Пабло точно от такой же раны умер. Я не Пабло. Я змей. Ты величайший из всех разбойников. Это точно. Проклятая женщина. Приведи мне врача. У нас нет врача, Хэфи. Я знаю. Поезжай в город, найди врача там и привези сюда. Да. Любым способом. Лишь бы он был живым. Да, Хэфи. Моему сыну просто повезло, что он остался в живых. Вы должны поймать змея, полковник. Причем быстро. Полковник, если бы не королева. Я ищу его, сеньора Дальгу. Но, к сожалению, безуспешно. Как такое возможно? В вашем распоряжении целый гарнизон. Который мы оплачиваем. Когда мы подбираемся к нему достаточно близко, он уходит в горы, исчезает бесследно. Поэтому его и называют змеем. Этому нужно положить конец. Нам всем грозит опасность. Моя жена накануне своего дня рождения на грани нердного срыва. За ней постоянно приходится присматривать. Что касается вашей жены, ваше беспокойство мне вполне понятно, сеньора Дальгу. Полковник, неужели мы должны обращаться за помощью к королеве мечей? Судя по всему, обычная женщина лучше вас справляется со своей задачей. Добрый день, полковник. Что случилось? Вне всякого сомнения вы слышали о последнем нападении. О, да. Это ужасно. Слава богу, молодого человека спасла королеву мечей. Совершенно очевидно, что королева заодно со змеем. Я вас не понимаю. Это спасение. Всего лишь жалкая попытка произвести впечатление на доверчивых. Ясно. Боже мой, а королева, оказывается, еще и хитрая. Я ее все равно перехитрю. Не беспокойтесь, Мария Тереза. Скоро королева и змей будут убиты, а наш маленький городок вновь превратится в рай. Только не забывайте, полковник, даже в саду Эдема был свой змей. Яблочко. Идем, Марта. Я забыла купить крыжеват для платья. В чем дело? Синьора, скажите, пожалуйста, где найти врача? Ты его знаешь? Я нет. А вот королева знает. Заплатите после сбора урожая. А еще лучше, когда получите деньги за выращенные фрукты. Спасибо, доктор Хелм. На что жалуйтесь, температура высокая или пистолет сломался? Не надо острить. И в мыслях не было. Пустая трата времени. Ты поедешь со мной. Мой босс ранен тяжело. Судя по всему, в голову. А это заразно. Не вынуждай меня тебя убивать. Я умею сращивать кости, но умею и ломать. Такая уж у моей профессии особенность. Если я вернусь один, мне не жить. Это еще зачем? У тебя нет выбора. Я могу в любой момент вернуться в город. Тогда мой друг Алехандро тебя пристрелит. Думаю, проще будет завязать глаза. Согласен? Веди, следопыт. Вот и все. Можно расслабиться. Вы свое дело знаете, доктор. Только было больно, ужасно. Вы бы попробовали ребенка родить. Только не от вас. Напрасно вы столько пьете, вы потеряли много крови. Вам нужно поесть мясо. В нем есть железо. Во мне и так железо полно. В основном пули. Музыка. 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 Вы странный человек. Почему вы так считаете? Ну, Леандро сказал, вы хорошо владяете оружием. Разве что скальпелем? Нет. Старые привычки не умирают. Мне может пригодиться доктор. Да, да, да. С вашим талантом, может быть, вам здесь остаться. Навсегда. Очень заманчивое предложение, но... на моем попечении весь город. Что ж, очень жаль. Потому что тогда мне придется убить тебя. До чего же не оригинально. Уберите пистолет, пока не сделали глупость, о которой сами потом пожалеете. Подойди поближе. Еще ближе. Ты мне нравишься. Мозгов у тебя маловато, но... Выдержка отменная. Завяжи ему глаза и отвези за пару миль отсюда. Вы не доверяете собственному врачу? Врачу? Я никому не доверяю. Если ты кому-нибудь расскажешь об этом месте, это будут твои последние слова. Понятно. Тебе повезло, что Хэффи был в хорошем настроении. Да, он просто милашка. Он мог бы вышибить тебе мозги. Тихо, тихо, тихо. Что происходит? В чем дело? Леандро! 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 Развяжи меня! Что случилось? Как я сразу не догадался. Еще один. Это вышло случайно, доктор. Мне показалось, вам нужна помощь. Мне не нужна была помощь. Этот человек провожал меня домой. С завязанными глазами и со связанными руками. Все именно так и было. Это один из людей змея, да? Его хозяин еще жив? Между доктором и его пациентом существует врачебная тайна. Он не просто ваш пациент, доктор? Для меня, да. Он убийца. Выходит, у вас немного общего. Мальчишка уходит от меня. Женщина на меня нападает. Врач убивает одного из лучших моих людей. Никто уже не боится Эль Серпиэнта. Я заставлю их бояться. Очень скоро. Кто-нибудь, позовите врача. Арнальдо! Доктор Хелм, мой сын Арнальдо. Я послал его за рабочими. Не волнуйтесь, с ним все в порядке. Я попросил его принести воды. Слава Богу. Деревня была совсем бедной. У них ничего не было. Они все разрушили. Это же звери, а не люди. Дон Санто. Пожалуйста, найдите повозку. Некоторых придется отвезти ко мне в клинику. Да. Да, доктор. Отведите меня к нему. Что вы сказали? Вы слышали? Я занят. Это я заметила. Наводите порядок после погрома змеи? Если бы вы не спасли ему жизнь, ничего бы этого не случилось. Я не мог отказать раненому в помощи. Он убийца. Я не судья. Я врач. Пусть его судят по закону. Где он? Не скажу. Бога ради, почему? Потому что я дал клятву заботиться о страждущих. И клятва для вас важнее жизни этих людей? Все не так просто. Это вопрос чести. Не обманывайте себя, доктор. Ничего почетного в том, чтобы защищать убийцу, нет. Вас говорит тщеславие. Этот погром взбудоражил общественность, полковник. Я сделал все возможное, чтобы успокоить Донов, но... Как их представитель вы испытываете огромную ответственность? Они спрашивают, почему их полковник сам не возглавит поиски бандитов. В критической ситуации мы должны вести себя решительно, несмотря ни на что. Можете заверить Дону, что я буду действовать незамедлительно? Можете их сами в этом заверить. В данный момент все они находятся в розовом саду. Доны требуют действий? Очень хорошо. Они получат то, чего хотят. Сеньоры, беседа с Доном Гаспаром меня убедила. От разговоров мы переходим к решительным действиям против змея. А именно... Я немедленно ввожу военное положение. Комендантский час наступает сегодня в 6 часов вечера. Но как же моя вечеринка по поводу дня рождения жены? Отменяется. Капитан Гриша и моего люди будут прочесывать север. Все мужское население под моим руководством отправится на юг. Итак, идите по домам. Вооружайтесь. Выезжаем через 2 часа. Полковник, к несчастью, я не умею ездить верхом. Детская травма. Вероятно, вызванная поглощением непомерного количества булочек. Жаль, что я не могу быть вам полезен. Ситуация критическая, сеньоры Дарго. Мы должны вести себя решительно. Несмотря ни на что. Я хочу поработать, доктор. Что значит поработать? Медсестрой. Простите, я вас не понимаю. Все эти люди... Мне невыносима мысль о том, что они могут быть ранены, покалечены или даже убиты. Я бы предложил вам сесть, сеньорита, но я хочу побыть... Правда, ужасно, что все это из-за одного человека. Говорят, у змеи есть тайное убежище. Если бы кто-нибудь знал, где его искать, можно было бы положить конец боли и страданиям. Прошу меня простить, у меня... У меня много дел. Да, раненые возвращаются домой. Знаете, я вам завидую. Вы, наверное, шутите. Нет, я серьезно. Вы спасаете другим людям жизнь. Это такой почетный долг. Вы должны гордиться собой. Я просто тщеславный человек. Доктор Хэлм, кто осмелится так вас назвать? Кое-кто. Тот, кто это сказал? Бессердечный, черствый. Нет, она не такая. Это женщина? Возможно, самая достойная из всех женщин, которых я знаю. Серпиэнте! Думаю, твой хозяин меня ждет. Завяжите глаза, доктор. Хотите послушать совет врача? Я всегда готов выслушать друга. Отдохните немного. Поезжайте туда, где вас никто не знает. Доктор, если бы я вас не знал, я бы решил, что вы хотите от меня избавиться. Весь город жаждет вашей крови. Если вы отправитесь на Восток, то уйдете от обеих поисковых команд. Да. Леандра вы убили. А меня, значит, пожалели. Я не убивал Леандра. Тогда кто же? Это вышло случайно. Разумеется. И прямо в сердце. Схватить его. Я сам это сделаю. Мы похороним его рядом с нашим погибшим другом. Моя смерть ничего не изменит. А вот тут вы ошибаетесь, доктор. Мне уже значительно лучше. Шевелись. Пора прощаться, доктор. Если все дело в оплате моих услуг, я готов поторговаться. Торговаться будешь на коленях. Но зачем же так? Разве стоит из-за этого лишать человека головы? Я буду по тебе скучать. Королева! Убейте ее! Убейте! Залезайте! Скорей! Скорей! Вперед за ней! В могиле вполне хватит места на троих. Вам не уйти от меня, доктор! Впереди тупик! Смерти вам и королеве! Приведите мою лошадь! Это ужасно! Нисколько, Дон Санто. Это моя повседневная работа. За это вы мне и платите. Как видите, все очень просто. Разъезжай себе на коня, ищи бандитов. Ерунда! Нужно отдохнуть, Монтори. Мы измучены. При скорбию я давно понял, что злодеи никогда не отдыхают. Следовательно, мы, борцы за право и дело, не должны от них отставать. Небольшой перерыв. Я больше не могу. Нет, Дон Гаспар, можете. Вы должны найти в себе силы. Во главе других донов отправитесь на запад. Обущите долину. Я со своими людьми прочешу территорию к востоку отсюда, в районе каньонов. Помните, сеньоры, бдительность – залог мира и спокойствия. Могли бы не дожидаться, пока меч окажется в сантиметре от моей шеи. Я хотела убедиться, что на этот раз вы действительно нуждаетесь в моей помощи. Вы рисковали жизнью, чтобы спасти меня. Спасибо. Да, в тот момент эта мысль показалась мне заманчивой. Теперь я уже не уверена. Выход только один. Наверх. Вы сможете залезть? А вы? После вас. Нет, что вы. Сначала дамы. Пожалуйста. Давайте я посмотрю. Ерунда. Кто из нас врач? Мне нечем ее промыть, но рана не глубокая. Скоро заживет. Я же говорила, ерунда. Нерв может быть задет. Что-нибудь чувствуете? Все нормально. Мы не сможем вечно здесь прятаться. Может, им надоест нас искать? Скорее змей станет петь в церковном хоре. Не хочется говорить, что я вас предупреждала, но я вас предупреждала. Разве у меня был выбор? Вы могли бы дать ему умереть. Это было бы то же самое, что убить его самому. А разве это так ужасно? Да. Для меня. Почему? Сколько человек вы убили? Сколько? Вы помните их лица? Да. Я помню первые сорок. Мужья, братья, сыновья. Потом все они стали на одно лицо. Во время войны? Война. Враг был плохим. Я хорошим. Однажды я понял, что они относятся ко мне точно так же. Не было ни плохих, ни хороших. Была только кровь. И смерть. Я не знала. Теперь знайте. Вперед! Туда! Теперь мы в расчете. Только силы опять не равны. Нам решили составить компанию. Шестеро. Все с оружием. А вы истратили последний патрон на змею. Лучше было бы, если бы она вас укусила. Как вы теперь относитесь к убийству змея, доктор? Я готов пересмотреть свою позицию. Довольны? Похоже, нашей нежной дружбе пришел конец. Рада была с вами познакомиться, доктор. Уходим! Они испарились. Но почему? Какая разница? Надо этим воспользоваться. Хорошо. Продолжение следует... Из огня до в полымя. Какое невезение. Вы должны простить меня. Я искал другого человека. Простите, что разочаровал вас. Я не разочарован. Я убил одним выстрелом двух зайцев. Змей внизу, а наверху королева мечей. И вы, доктор, как вы оказались в каньоне так далеко от дома? Меня похитил змей. Какая у вас увлекательная жизнь, доктор? Вас похищают бандиты, спасают женщины в масках. Что будет дальше? С неба к вам спустится стайка ангелов? Пока мы ведем светскую беседу, настоящие преступники уходят. Эта леди спасла мне жизнь. Трогательно. Но не важно. Для меня важно. Вы отпустите, леди полковник. Если ваши солдаты будут в нее стрелять, я вас убью. Если я погибну, застрелите, доктор. Не делайте этого. Я уже все решил. Альтруизм, с одной стороны, самопожертвование, с другой. Как это романтично. Что вы выбираете, полковник? Опустите оружие. Спасибо, доктор. Угрожать мне заряженным пистолетом крайне глупо для такого образованного человека, как вы. Кто сказал, что он заряжен? Догнать ее! Проводите доктора в город. Посадите его под домашний арест. С вами я потом разберусь. Эль-Серпиэнте! Эль-Серпиэнте! Полковник Монтое близко! Значит, все мужчины отправились на поиск Эль-Серпиэнте. То есть, в городе остались только женщины и золото. Продолжение следует... КОНЕЦ Я пришел к тебе по двум причинам. Первая, поблагодарить за то, что дали знать, что город пуст. Его можно спокойно грабить. И вторая, наконец, прикончу тебя. Поразительная настойчивость. Ты застрелил Леандру и привел солдат в мое убежище. Я понятия не имел, что Монтоя где-то рядом. Ты заодно с королевой мечей. Это неправда. Не совсем правда. Лжец! Прощайте, доктор. Прощайте, доктор. Прощайте. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твоему везению можно только позавидовать. Змей, тебе конец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проклятие. Я убил его. Чтобы спасти меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доктор Хелм? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что здесь произошло? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прямо в сердце. Годы медицинской практики. Интересно, у вас выдался денек. Вы понимаете, что мой долг посадить вас в тюрьму? Тогда мне придется признаться, что я убил бандита, которого вы никак не могли поймать. однако, я готов проявить великодушие, хотя вы этого и не заслуживаете. Все будут думать, что Эль-Серпиэнте ваш трофей. И вы никому не скажете, что его убили вы? Чего только не сделаешь ради свободы. Верно. В конце концов... Все ножи так похожи один на другой. Вот именно. Я повешу тело змеи на городской площади. Пусть люди видят, как Монтойя поступает с убийцами и ворами. Я никогда не сомневался, что вы герой. Вот видите, сеньор Идальго? Вы можете спать спокойно. Поздравляю вас, полковник. Вы выполнили свое обещание. Скажем так, я сделал все от меня зависящее. С вашей самоотверженной помощью, разумеется. Одни радуются смерти. Другие пьют, чтобы забыть о ней. Я пойду к нему. Осторожно, Тесса. Он думает о ней, а не о тебе. Что ж, доктор, похоже, моя помощь вам не потребуется. Да. Спасибо. Должно быть тяжело жить, зная, что убил человека. Полковник Монтойя, наверное, очень сильный человек. Да, наверное, сильный. Я предпочитаю людей, которые спасают жизнь, а не отнимают ее. Но, полагаю, порой выбор сделать непросто. Сеньорита Альварадо, не хочу вас обидеть, но... Что вы можете понимать в жизни и смерти? Ничего. Ну, что? Может быть, когда-нибудь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Кто здесь? Боже правый, что здесь происходит? Не надо было меня кусать. Действительно, о чем я только думала. Не женщина, а тигрица. Значит, придется тебя убить. Марта! Как ты? Жива. Ты ее нашел? Нет. Ее служанка меня заметила. Марта? Тебя смогла остановить женщина? Очень отважная женщина. Что мне оставалось делать? Делай, что хочешь, но в следующий раз найди ее. Даже если придется кого-то убить. В ролях Тесси Сантьяго. Энтони Лемке. Эльза Потаки. Питер Уинкфилд. Паулина Гальвис. Валентин Белко. Продюсер Кен Горд. Королева Мечей. Карта. Он не взял ни серебро, ни шелк. Этот браслет. Он стоит по меньшей мере 10 реалов. Почему он его не украл? Ничего не понимаю. Видимо, он искал что-то другое. Думаешь, он все знает? Даже если он догадывается, что королева это я, здесь нет ни одного тому доказательства. Завтра куплю новый материал. Марта. Сначала тебе нужно отлежаться. Это свинья за все хваталось. Придется отмывать весь дом. Ты дала ему отпор. Я все положу на место. Как будто ничего не произошло. Но что-то все-таки произошло. И Монтоя узнает об этом. Если мы ему сообщим. А если нет, он заинтересуется почему. Только этого нам не хватало. Браво, Гаспар. Молодец. Кто-то следит за моей Гассиэндой. Я в этом уверен. У вас разыгралось воображение. Неужели? После того, что случилось на Гассиэнде Альвурадо? Да, странно. Не хотите ли лимонаду, Дон Мигель? Я увезу семью подальше, пока все не кончится. Кто мог узнать, Гаспар? Сеньор Альвурадо мертв. Я никому не говорил. Никто не знает. Это невозможно. Сосредоточься, дорогой. Не надо было нам соглашаться. Об этом раньше надо было думать, Гаспар. В любом случае, мы должны все рассказать сеньорите Альвурадо. Нет, женщина не умеет хранить секреты. Она не осмелится его раскрыть. Вы готовы поставить на это жизни нас обоих? Это было ужасно, полковник. У меня до сих пор сердце колотится. Даже не знаю, как мне успокоиться. Дышите глубже. Примите ванну с кем-нибудь. Я полагаю, сеньорита выразилась фигурально. Да, конечно, разумеется. Хорошо еще, что вы не пострадали. Но пострадала моя служанка. Вам повезло, что она крепкий орешек. Я вынужден вас оставить, сеньорита. Понимаю. Мэм? Они прямо как дети, Гришин. Думают, что мне больше делать нечего, кроме как прислушиваться к их жалобам. Да, но, насколько я знаю, именно за это вам и платят. Однако, кое-что в ее рассказе меня заинтересовало. Да. Вор, который ведет себя не как вор. Да, это остается загадкой. Которую можно разгадать, особенно с вашими выдающимися способностями. С моими? Разберитесь, Гришин. И предоставьте мне подробный отчет. Возьмите, Марта. Судя по всему, Монтои не имеет к этому отношения. Ты, похоже, разочарована. Я на сто процентов была уверена, что за случившимся стоит он. А ты уверена, что это не так? Абсолютно. Я внимательно наблюдала за ним, когда говорила. Он ничего не знает. Идем. Если ткань останется, я и тебе сошью новое платье. Слышишь, в доме кто-то есть. Я просто с ног падаю, Марта. Пожалуйста, принеси мне лимонад. Да, сеньорита. Сиди, секунду. Сеньорита Альварадо. Здравствуйте. Капитан. Простите за беспорядок. Но я счел необходимым... Проникнуть в мой дом. Я исполняю приказ полковника. Я еще не пришла в себя после предыдущего вторжения. Марта? Где мой лимонад? Увлекаетесь искусством, капитан? Ах, это... Нет, 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 нет. Видите ли, я просто искал улики. Я уверена, что вор уже очень далеко. Вряд ли он прячется за портретами. Верно. Совершенно верно. Понимаете, меня учили ставить себя на место преступника. Думай, как вор, и сможешь поймать вора. Любопытно. Тогда скажите, вор, что вы искали? Дело в том, что все не так просто. Но хорошая зарядка для мозгов. У вас есть, кому его повесить? Есть, конечно. Я и не надеялся, что вы оцените мои эксперименты по достоинству. Вы правы. Я их не понимаю. Да. До свидания. Что-то мне подсказывает, что воры капитан Гришин действуют сообща. Только в нашем городке стало поспокойней. Осторожно. Он как бешеный пес. Загонишь его в угол, он вцепится тебе в горло. Значит, надо проследить за тем, чтобы его не спускали с поводка. Извини, что ты сказала, цветик мой? Ты такой нервный. Как будто привидение увидел. Не поминай мертвых. Ты хорошо себя чувствуешь? Помнишь, на прошлой неделе мы с тобой тоже пили красное вино, и я, наверное, немного опьянел. Мы оба опьянели. Я тебе кое-что рассказал. Ты имеешь в виду тайну насчет... Ты никому о ней не говорила? Нет. Конечно, нет. То, чем муж делится с женой, священно. Я это знаю. Хорошо. Потому что, если Монтоя узнает, Дон Мигель погибнет. И я тоже. Что, Γιαтая? Кирилл. Света с женой Девушки отдыхают Я пошел на большие жертвы, чтобы вытащить тебя из тюрьмы в Монтерей Так что веди себя хорошо Дай мне шанс Хорошо, я дам тебе шанс Я покажу, на что способен Сегодня ты пойдешь к Дону Мигелю и больше никаких промахов Никаких промахов Так-то лучше Если ты меня подведешь, я отправлю тебя обратно в Монтерей с переломанными костями Можешь доесть лепешку Нашел то, что искал? Отпустишь меня, я дам тебе половину того, что заработал Я не иду на уступки Это хорошее предложение, разбойница Надо было соглашаться Остановитесь Я просто проходил мимо, сеньор И увидел воровку в окно Нет Вор он Он украл портрет вашей жены Нет Дон Мигель Уходи Дай мне умереть спокойно Скажите Почему он взял только портрет? Тебе я ничего не скажу, воровка Ничего А мне вы скажете Дочери Дона Рафаэля Альварадо Тесса? Да Я найду того, кто это сделал, клянусь вам Но мне нужна ваша помощь Твой отец Твой отец прятал золото Составил карту Какое золото? Какую карту? Идальго Идальго знает В живых Остался только он Дон Мигель Дон Мигель мертв Боже мой И его убил тот же человек, что был здесь Вор Гришема? Зачем Гришему понадобилось убивать Дона Мигеля? Ради карты Больше вор ничего не взял Карты? Дон Мигель хотел сказать мне больше Что-то насчет золота, которое спрятал папа Гришем так хочет его найти, что готов на убийство И где это золото? Только один человек может нам об этом рассказать Следовательно, сеньор Идальго Следующая жертва Гришема Я рада, что тебе нравится мой халатик Я сшила его специально для тебя Я хочу снова его потрогать Ты же говорил, что торопишься Торопился Дорогой Ты никому не рассказывал о наших отношениях? Конечно нет, кому мне говорить Не знаю Может, полковнику? Мне пора Постой, постой Я могу быть уверена, что то, что я тебе говорю, остается тайной? Да Разумеется То, чем женщина делится со своим любовником, священно Священно Я никого не звал Капитан, Дон Мигель Санчес убит Я должен идти Дон Мигель? Маркус Поклянись, что ты никому не говорил про карту Гаспара Увидимся вечером Она у меня О чем идет речь? Я искал другого человека Я понимаю Так что вы принесли? Я не говорил, что что-то принес То есть, когда вы сказали, что она у меня Что вы имели в виду болезнь? Наверное, мне лучше Не очень умно угрожать ножом военному человеку Согласен Тем более мне Ваша одежда вспыхнет, как порох Да, не сомневаюсь Брось нож Итак Порочен и глуп Теперь я понимаю, почему вы так дружны с Гришином Ладно, ладно Хорошо Она у меня в куртке Но если я умру, она вам ничего не скажет Достань Медленно Портрет жены Дона Мигеля Тучи рассеиваются Понятно, Дона Мигеля убил ты Не надо, я никого не убивал Но ведь не за кусок холста Карта Очень хорошо, сеньор Когда будете готовы Я вас выслышаю Дон Гаспар Мария Тереса Я так напугана Сеньорита, прошу вас, успокойтесь Дона Мигеля убили Ходят слухи, что это тот самый человек, который приходил на мою гасиенду Не верьте слухам Почему все ваши люди вооружены? Вера в последнее время очень нервничает Она тоже верит слухам А вдруг он нападет на меня? Я женщина, живу одна Уверен, с вами ничего не случится Но, сеньор, у меня нет отца, поэтому я обращаюсь к вам за советом Понимаю Присаживайтесь, дорогая Скажите, что мне нечего бояться, и я вам поверю Я доверяю вам так же, как доверяла отцу Вам нечего? Теса Я должен вам кое-что рассказать Вы помните Дона Горацио? Смутно А что? Сильный был человек, очень честный Он был близким другом вашего отца И злейшим врагом Монтои Вы обкрадываете людей Вы обвиняете меня в воровстве? Монтоя У меня есть доказательства Клочки бумаги Настоящий джентльмен подкрепляет свою угрозу мечом Я принимаю ваш вызов Мне будет приятно вас убить Но еще приятней Завладеть вашей собственностью и всеми вашими деньгами Нет Вы одинокий человек, Дон Горацио У вас нет жены Нет наследников Все ваше имущество достанется государству А государству Это я Чтобы состояние Дона Горацио не досталось Монтои Ваш отец его спрятал Я не знаю, что за этим стоим мы Но кто-то узнал о нашей тайне Если узнает Монтои, он захочет отомстить Мне И дочери Семьёра Альварадо Отлично Рино Капитан Вы не перестаете меня удивлять Я собирался вам рассказать Не держите меня за идиота Вы действовали без моего разрешения И теперь Дон мертв Да Это была его идея Заткнись Еще не поздно все исправить Сене Рино Я слышал, вы провели некоторое время в тюрьме Монтерео Вы безусловно понимаете, что за убийство придется платить Правильно Застрелите его Эй, вы что? Однако в данном случае Вы оба виноваты в его смерти Не надо меня пугать Как же вас не пугать, Гришан Скажите спасибо, что вы вообще еще дышите Спасибо Значит, никто не умрет За убийство Дона? Нет, так не годится Кто-то должен за него заплатить Вы будете драться Победитель будет жить Проигравший умрет Вы серьезно? Можете умереть прямо сейчас Ладно Зря ты так стараешься Ты умрешь в любом случае Умереть можешь и ты Забыл? Нет, не забыл Теперь вы довольны? Убийцу Дона Мигеля поймали Не может быть Он же сообщник Гришана Это означает только одно Что Монтои все знает Хорошо, если мы ошибаемся, Марта В ружье Что происходит? Целься О боже, Тесса, смотри Это он Огонь Он знает, Марта Монтои все знает Здесь ее нет, Марта Он все важные бумаги хранил здесь Она должна быть где-то здесь Я проверила все портреты Ничего У нас мало времени Поставь себя на место отца Ты знала его лучше всех Куда он мог ее положить? Тесса? Я поставила себя на место отца В шкатулке ее нет Он приклеил ее к донышку Теперь я могу закончить дело Какой от нее толк, если нет части Дона Мигеля? Амонто ее не отдаст Конечно, не отдаст Но есть много способов поймать акулу Просто нужна подходящая приманка А я думала, что ты меня предал Какая я глупая Как ты могла так подумать? Человек, которого казнили Ничего не знал о карте? Обыкновенный вор И теперь уже мертвый вор Давай забудем, что я говорила тебе о карте Не будем больше о ней говорить К чему вообще лишние слова? Иди ко мне Вера, скорей, залезай Тесса, что ты делаешь? Тише Я не хочу, чтобы нас услышал Монтое Ты что, с ума сошла? Я не знаю, что мне делать, Вера О чем ты? О карте По-моему, Монтое узнал о карте Гаспар Как? У Монтое повсюду шпионы Лучше бы у Гаспар вообще не было этой карты Гениально Что? Твоя идея Куда мы едем? Я отвезу тебя домой Очень мило с твоей стороны, но... Это разум решит все проблемы Да? Но при чем тут я, Тесса? Гаспару очень повезло с женой Я все равно ничего не понимаю Не знаю, что бы он без тебя делал Спасибо Из вас получился бы отличный конер Не забывайте, если бы не я Вы бы вообще не узнали ни о карте, ни о золоте Иногда я удивляюсь, капитан Почему вы до сих пор живы? Везет, наверное Да, наверное Боюсь, Дону и Дальгу повезет несколько меньше Тесса, я вся дрожу от страха Может, не стоит этого делать Только твоя выдержка придает мне сил Постарайся отвлечь Гаспара Как ты? Так что я уверенна, как вы за это знаете Возможно, если тыaty за сих пор Только ты не заходила Могу за на себя Ты знаешь, когда ты считаешься Да, ты не заходила Я еще раз력ил Здравствуй, Цветик мой Хорошо провела время в городе? Да, Тесса привезла меня домой Как мило с ее стороны Хорошая девушка Только зря я рассказал ей о карте Слава Богу, что больше никто о ней не знает Давайте, шевелитесь, у нас мало времени Дон Гаспар Идальго Вы сговорились с сеньорами Альварадо и Санчесом Мы спрятали деньги, которые по праву принадлежат государству Я ничего подобного не делал Покиньте мои владения немедленно Довольно Отдайте свою часть карты Я не понимаю, о чем вы говорите Если понадобится, я не оставлю от вашей бессиэнды камня на камне Только попробуйте Убирайтесь Или я прикажу вас вышвырнуть Вы действительно думаете, что сможете арестовать меня на собственной гессиэнде? Надеюсь, Дон Гаспар, вы не забыли, что случилось с Доном Горацио? Вы убили его на дуэли Это было вопросом чести Некоторые доны хорошо знают, что это такое Дон Ато, принеси мой меч Возможно, я погорячился Просто мне не слишком нравятся ваши манеры, полковник Мои манеры? Извините, полковник Можете обыскать мой дом Начинайте, капитан Да, сэр Обыщите здесь все Думаю, они уже закончили обыску, сеньора Идальго Ты вовремя Они уже здесь Ты готова? Сделаем вид, что заняты Сеньорита Альварадо Начинайте обыскивать дом живо Полковник, что все это значит? Простите за вторжение, сеньорита Полагаю, у вас есть то, что принадлежит мне В таком случае, полковник, достаточно было просто попросить меня это веду Боюсь, время любезности давно прошло Столько солдат, ружья Полковник, вы меня огорчаете Я узнал, что ваш отец украл то, что принадлежит государству Мой отец не был вором Я ищу одну карту Карту? Точнее, одну часть карты Клочок бумаги И все? Что же вы сразу не сказали? Я могу вам помочь Интересно, где она может быть? Ах, да Все важные бумаги отец хранил в этой шкатулке Марта? Принеси, пожалуйста, полковнику лимонад В последние дни стоит такая жара Почему здесь две части? Как знать Может, это я ее разорвала Я не знала, что она кому-то понадобится Боже мой Мужчины придают столько значения бумаге Полковник, хотите лимонаду? Или кусочек печенья Я нашел то, за чем пришел Теперь мне пора Марта, проводи, пожалуйста, полковника до двери Саня Рита Акула заглотила наживку Все три части Это было несложно Дальше Мы попытаемся его перехитрить Назад, в сторону Открывайте О, Господи Скажите, капитан На что бы вы их потратили? Не знаю Разве я в вас не забочусь? У вас хорошая лошадь Удобная квартира Высокая зарплата Чего вам не хватает? Наверное, вы правы О чем? Я только думал В том-то и беда, Гришин Вы не думали Вы надеялись Надеялись, что сможете от меня что-то утаить Так же, как те, кто этот ящик закопал Тем не менее Вас ждет награда Новая пара сапог Вы очень великодушны, сэр Новая пара Заприте ящик Будем надеяться, что все их внимание было приковано к золоту А не к ящику Прошу тебя, поторопись Это безумие Монтоя, Гришин Сколько там солдат? Не волнуйся Я справлюсь Средь бела дня Одна женщина против целой армии Две женщины Дв Aqua Двухи 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 Ничего личного. Живо за ней! Играет музыка. На этот раз она проиграла. Доставать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я давно мечтаю о собственном садике, Гришин. Из маленьких деревьев. И о хрупких японках, чьей единственной обязанностью будет подрезать им ветки. Где мое золото, Гришин? Гришин, ружье! Будь ты проклята! За ней, идиоты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы опоздали. Не того человека я, похоже, казнил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все то время, что я хранил секрет, я думал, правильно ли я поступаю. Даже несмарение желудка заработал. Теперь можешь обо всем позабыть. И наслаждаться жизнью. Да, наслаждайтесь жизнью, сеньор Идальго. За счастье и за присутствующих дам. Салют. Что празднуем? А, полковник. Полковник, у вас озабоченный вид. С чего бы это? Простите мою меланхолию, но я не могу разделить вашу радость. Очень жаль. Вы видите, что получается, когда мы не действуем сообща? Казну ограбили, деньги пропали. Сочувствую. Их уже не вернешь. Но, полковник, люди были так счастливы. Вы сделали им настоящий подарок. Но деньги пропали. Тем не менее, сеньорита, спасибо за комплимент. Иногда, сеньорита, вы мне очень напоминаете своего отца.